Позвольте еще раз приветствовать вас от лица МГИМУ и от лица Оргкомитета нашей конференции на пятой юбилейной конференции «Магия Инна». В этот раз мы встречаемся в интересном онлайн-формате, к которому, я думаю, многие из вас уже привыкли за прошедший год. Позвольте мне представиться, меня зовут Морозова Елена Борисовна, я модерирую эту секцию и помогает мне Терминасова Дарья Игоревна. На нашей секции доступен синхронный перевод, чтобы его услышать, нужно нажать на глобус со словом «перевод» внизу панели. Поскольку секция сопровождается синхронным переводом, мы бы попросили вас говорить в таком естественном, не очень быстром темпе для обеспечения качественного перевода, поскольку один из наших участников будет из Испании. И сегодня в нашей секции мы поговорим, традиционно поговорим о проблемах диалога культуры. У нас предполагается счастливое число выступающих, нас 13. У нас 3 часа на всех выступающих. Это означает то, что у нас буквально 10 минут на доклад и не более 5 минут на вопросы. И география наших участников тоже очень интересная. У нас традиционно представлена Москва и Петербург, а также есть участники из Иваново, Башкирии и даже Испании. И сегодня мы с вами обсудим широкий круг проблем, связанных с межкультурной коммуникацией. Первые несколько докладов будут посвящены различным аспектам обучения межкультурной коммуникации, формированию межкультурной компетенции. А затем мы перейдем с вами к лингвистическим проблемам, с которым сталкиваемся мы, преподаватели, и наши студенты при изучении языков и культур. Еще раз позвольте вам напомнить, что на доклад отводится 10 минут и 5 минут максимум на вопросы. Давайте придерживаться регламента, мы будем вам напоминать за пару минут до окончания вашего выступления. Также позвольте вам напомнить, что если вы не успели по какой-то причине задать свой вопрос, вы всегда можете сделать это в чате нашей конференции, написав его в общий чат или лично адресовав выступающему. Итак, давайте начнем. Первый выступающий сегодня должна быть Григорьева Екатерина Михайловна, но я ее пока не вижу. Да, Дарья Игоревна? Да, пока Екатерина Михайловна еще не подключилась. Следующая по списку у нас Валиева Фатима Ивановна, мы тоже ее пока не видим, но тогда мы переходим сразу к третьему выступающему ДАЦУК Василиса Витальевна, которая представляет Ленинградский государственный университет имени Пушкина. Василиса Витальевна, вы, наверное, сами произнесете название своего доклада? Можно вас попросить включить микрофон? Да, да, здравствуйте, коллеги. Наверное, презентацию можно включить, да, самостоятельно включаем? Безусловно. Ага, да, да, да. Ну вот я бы хотела сначала включить презентацию. Давайте попробуем. Так, видно, наверное, да? Да, прекрасно. Можно сделать ее на полный экран, наверное, чтобы не было видно вот этих верхних полей. Сейчас я попробую. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Вы знаете, наверное, ну вот как-то... А F5 попробуйте? F5 сейчас. Это Дарья Игоревна, по-моему, F5. Да. Вот, отлично. Так, это, ага, двигаться будет. Сейчас момент. Я просто решила проверить, насколько оно возможно. Так, коллеги, ну, мой доклад называется «Роль межкультурно-лингвистического компонента при формировании межкультурно-дискурсной компетенции у студентов вузов при обучении деловому английскому языку». Ну, конечно, уже очень много было сказано по поводу необходимости развития знаний, навыков и умений в области межкультурной коммуникации. И, наверное, было бы лишним говорить о том, что в настоящее время данный аспект, он очень важен вследствие глобализации, вследствие расширения международных контактов. Все это, в общем-то, мы с вами знаем, много раз об этом говорили. Но хотелось бы поговорить о таком аспекте. В современном мире у нас происходят значительные изменения, и в том числе на уровне языка. И что представляется интересным, это то обстоятельство, что английский язык изменяется, как ни странно, но изменяется тоже. И в настоящее время уже зафиксировано, например, такими исследователями, как Дэвид Кристалл, Энди Кир Патрик, возникновение, ну и прочими исследователями, в том числе, зафиксировано возникновение региональных вариантов английского языка. Ну, на данный момент мы уже можем говорить о китайском варианте английского языка, региональном варианте английского языка. Можем говорить о корейском региональном варианте английского языка, а также об индийском варианте английского языка. Почему это важно? Поскольку значительное число людей, принадлежащих к разным культурным сообществам, вместе работают в едином деловом пространстве очень часто. Особенно в ситуации, скажем так, в культурной среде транснациональных корпораций, да и в более мелкого уровня корпораций, тем не менее, мы наблюдаем вот это культурное взаимодействие в едином деловом пространстве. И в ходе своей деятельности, безусловно, такие коллективы сталкиваются с множеством межкультурных проблем. В частности, внутри тех же самых транснациональных корпораций зачастую рабочим языком является английский, даже внутри самой корпорации, вне зависимости от региона. И в настоящее время, таким образом, все большее значение приобретают региональные варианты английского языка, которые, как мы уже упоминали, являются языком, общепринятым языком межкультурного общения. Безусловно, существует ряд задач, которые необходимо решать в процессе функционирования компании. И, соответственно, для успешного осуществления деловой межкультурной коммуникации участвуется необходимость достижения поставленной прагматической цели, безусловно. Соответственно, специалист должен уметь правильно определить цель межкультурного общения, какой бы она ни была, подписание контракта, предоставление информации, получение или запрос рекомендации, принятие решений и так далее. Необходимо правильно определять вероятность достижения целей с учетом особенностей тех культур, с представителями которых ведется взаимодействие. Безусловно, важно выбрать наиболее эффективный стиль общения, адекватно оценивать партнера, эффективно замотивировать партнера, выбрать соответствующие коммуникативные стратегии и репрезентирующие их речевые тактики, безусловно. Поэтому возникает назрела необходимость разработки межкультурной, скажем так, структуры межкультурной дискурсной компетенции. Поскольку под дискурс мы понимаем широко, как взаимодействие, скажем так, многих факторов, не только лингвистических, а также, так как принято сейчас воспринимать понятие дискурса в более широком варианте, когда мы подразумеваем всю ситуацию общения, так сказать, под дискурсом. Соответственно, мы разработали структуру межкультурной дискурсной компетенции, и мы включили в нее два компонента. Это дискурсно-стратегический компонент и межкультурно-лингвистический. Дискурсно-стратегический компонент представляет собой комплекс знаний, навыков и умений, сочетающих вербальные и невербальные средства в рамках коммуникативных стратегий с учетом культурологических кодов. И, соответственно, межкультурно-лингвистический, знания, навыки и умения, представляющие собой совокупность языковых средств, обеспечивающих адекватное деловое общение с учетом особенности культуры различных регионов. Значит, что мы подразумеваем по дискурсно-стратегическим компонентам? Дело все в том, что очень много компаний, с которыми работают, в частности, и в нашей стране, это китайские компании. И в настоящий момент, как мы уже упоминали, выделен и где-то, так сказать, закреплен вариант китайского английского языка, региональный вариант английского, китайский. И при общении с представителем китайской культуры на английском необходимо учитывать ряд аспектов, в частности, стратегические. То есть, безусловно, китайская культура откладывает свой отпечаток на ведение переговоров, в том числе и на английском языке. Хотя очень многие представители, так сказать, данного сообщества делового очень хорошо говорят на английском, хорошем английском. Но, тем не менее, существует ряд, скажем так, обстоятельств, которые необходимо учитывать. В частности, необходимо упомянуть, что данное исследование было выполнено на базе Гонконгского корпуса текстов, Гонконгского политехнического университета, корпуса деловых текстов на английском языке. Ну, а также материалы, так сказать, китайских компаний, которые работают в Санкт-Петербурге. Таким образом, мы делим концептуальный блок на вербальный аспект и невербальный аспект, а также операциональный блок межкультурно-лингвистического компонента. Мы делим на операциональный блок, извините, пожалуйста, операциональный блок делим на вербальный аспект, и вербальный аспект также. В данном исследовании мы говорим о структуре именно межкультурно-лингвистического компонента как на одном из наиболее важных, поскольку, во-первых, формат конференции, формат временной не позволяет говорить сразу о двух составляющих. О стратегическом компоненте данном исследовании мы не говорим, говорим о межкультурно-лингвистическом, который подразумевает ряд лингвистических знаний и умений, связанные с лингвистическими особенностями. Ведение переговоров, а также общение с представителями культур азиатского региона на английском языке. Таким образом, в структуру межкультурно-лингвистического компонента, как мы уже говорили, входит в концептуальный и операциональный блок, который в свою очередь делится на вербально-невербальные аспекты. Вербальный аспект концептуального блока подразумевает знание лингвистических особенностей регионального варианта английского языка, знание фонетических особенностей регионального варианта английского, знание особенностей взаимодействия с представителями делового сообщества ситуации диалога, знание особенностей коммуникативно-речевого этикета. Но знание лингвистических особенностей регионального варианта подразумевает некоторые аспекты, таких, например, как тот, что представителями, например, китайской лингвокультуры при общении на английском языке нужно учитывать такие особенности, как использование модальных глаголов повышенное, использование, очень любят они использовать модальные глаголы шут, маслэп, использование дополнительного дефектного глагольного времени, что выражается в том, что зачастую предложения в прошедшем, подразумевающие, так сказать, выражения прошедшего времени выполняются в форме настоящего. Наличие разницы в структурировании предложений, представители китайской культуры используют в основном простые предложения, в то время как с представителями социума англоязычного, очень часто мы используем предложения сложные, соединенные союзами различными. И дело в том, что иногда логическая связь между высказываниями просто очевидна для китайца и мировосприятия представителей китайского социума, не нуждается в логических пояснениях, в то время как для представителя европейской культуры такие пояснения просто необходимы. Невербальный аспект концептуального блока подразумевает знания, такие знания как знание индекса дистанции власти, характерного для сообщества изучаемых регионов, знание особенностей процесса принятия решения, знание стиль поведения деловых переговоров, знание отношения ко времени в различных деловых сообществах, знание соотношения личного и рабочего времени, знание культурной специфики, внешнего проявления чувств и эмоций в процессе введения делового общения. Поскольку мы включаем в структуру данной компетенции невербальный аспект в том числе и говорим сейчас об операциональном блоге, то соответственно мы подразумеваем здесь комплекс умений и навыков. В частности умение учитывать особенности вспомогательных средств общения, выполняющих выразительно-регулятивную функцию, умение учитывать особенности тактильно-кинестетических средств, умение учитывать национально-культурную специфику проксимики в общении, умение учитывать роль артефактов в процессе делового общения, умение учитывать символику цвета, украшений, предметов, умение распознавать элементы иерархии, системы ценностей культуры. соответственно, умение учитывать стереотипы поведения. То есть наша структура межкультурно-дискурсной компетенции, в частности, межкультурно-лингвистического компонента, подразумевает блоки знаний и блоки умений, связанные с культурологическими особенностями представителей различных субтитров. Перебиваю две минуты. Спасибо большое. Ну и если говорить о невербальных аспектах, безусловно, это знания, например, цветов. Так, например, в Китае белый цвет – это, скажем так, цвет, связанный со смертью, со всем, что связано с похоронами и такого рода аспектом, в отличие от, скажем, европейской культуры. Красный цвет счастья. Различные жесты, значения которых необходимо понимать, потому что человеку можно нанести оскорбление, если не понимать роли жестов определенных. В том числе и подарки, например, в азиатской культуре их принято вручать незаметно, неявно, оставлять аккуратненько, не делая это открыто, как, например, европейской культуры. То есть все подобные элементы необходимо учитывать в процессе обучения английскому языку, в том числе региональному английскому, для понимания, каким образом, так сказать, использовать английский язык при ведении переговоров с представителями азиатского региона, в частности. Все, коллеги, у меня все, спасибо. Большое спасибо, Василия Светальевна, за ваш интересный доклад. Есть ли у кого-то вопросы? Вопросов пока нет. Я хотела спросить, Василия Светальевна, как то, о чем вы рассказали, то есть ваше исследование, встроено ли это каким-то образом в программу, по которой вы работаете, по которой вы обучаете своих студентов? Да, 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 безусловно. У нас есть курс делового английского языка. Я работаю на кафедре перевода и перевода ведения, и у нас есть курс делового английского языка. И у нас отдельным блоком есть, так сказать, курс, посвященный, он идет как бы внутри курса обучения деловому английскому языку, блок, посвященный различным культурологическим особенностям представителям разных регионов. Мы, в частности, учим особенностям общения с представителями азиатского региона и Индии. Вот пока так. Ну, так сказать, те региональные варианты английского, которые зафиксированы официально, скажем так, в лингвистической науке. Расскажите, пожалуйста, для создания этой программы, этого курса привлекали ли вы носители этой культуры, этого языка, ну, в качестве консультанта? Да, безусловно, безусловно. То есть мы общаемся с представителями китайских компаний здесь, в Петербурге. Вот. И, соответственно, мы, безусловно, привлекали в качестве консультантов. Безусловно. В частности, пользовались материалами. Да. Большое спасибо. Было очень интересно. Можно еще вопросы задать? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Василиса Витальевна, спасибо большое за ваш доклад. Я хотела вас спросить по фонетике. Вот вы в своем исследовании еще упомянули фонетические аспекты, да? То, что это однообразная фонетика. А вот как вы считаете, вот вы включаете, наверное, этот компонент в свою программу, да, когда вы обучаете студентов. Вот как считаете, нужно просто обучать учитывать особенности, да, или также свою речь адаптировать вот именно с таким вот, ну, так сказать, не received pronunciation, да, и не general American. Как вы считаете? Вы знаете, я думаю, что это будет очень сложно. Мы не обучаем, в принципе, ну, скажем, фонетическим особенностям как таковым, но мы, так сказать, студентов призываем, знаете, как у нас аудирование направлено на то, чтобы мы, ну, как сказать, мы учились их воспринимать. Потому что, вы знаете, как показывает практика представителей, ну, скажем, китайской культуры, я говорю о китайской, потому что в основном с представителями данной культуры мы работаем. И, вы знаете, они нас понимают. Ну, вот когда мы говорим на том pronunciation, которым мы, собственно, обучаем стандартам, классическом английском, они нас понимают, мы их не понимаем. Вот в чем проблема. Я сама столкнулась. Вы знаете, когда я переводила на одной деловой конференции в компанию Yotun Pays Europa Limited, это компания, которая продает краски и покрытия для судов, днищ судов, офшорных платформ, я переводила, это транснациональная корпорация, я переводила представителя из Гонконга. Вы знаете, я 30% речи не поняла практически, поскольку не было привычки на тот момент, вот к этому R, L, то, что R, произносится как L. Вы знаете, один этот звук, он очень подвел, скажем так, в результате где-то 30% переводимого просто вылетело. Вот, поэтому нам кажется, что наиболее перспективно это именно обучать, воспринимать на слух. Учитывая, что мы учим переводчикам будущих, наши кафедры перевода и переводоведения. Хорошо, я понимаю, спасибо. Спасибо большое, мы попросим вас закрыть презентацию, демонстрацию. Да, да, да. Нам нужно переходить к следующему докладу, чтобы не выбиться из нашего графика. Следующая Мария Сергеевна Воскресенская, она представляет Московский физико-технический институт, национальный исследовательский университет. Есть ли у нас Воскресенская? Добрый день, я могу попросить. Я думаю, что я могу начинать пока слайдов. Здравствуйте. Вам нужна помощь? Ну, я думаю, что я разберусь. Все хорошо, да. И, коллеги, у меня слышно нормально? Секрасно. Да, да. Спасибо большое. Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Я хотела бы поприветствовать... Мария Сергеевна, извините, пожалуйста, можно попросить вас на полный экран презентацию вывести? F5. А это будет более красиво. Да, отлично, спасибо большое. Я рада вас приветствовать и хотелось бы отдельную благодарность высказать организаторам этой конференции за то, что вы все-таки нашли возможность, пусть и в онлайне, но всех собрать. Это крайне важно. Я думаю, продолжать оставаться в контакте и обмениваться теми научными данными, научными разработками, которыми мы занимаемся. Итак, тема моего доклада представлена на слайде. Начать я хотела с того, что традиционная система образования в целом и высшего красности с некоторым запозданием реагирует на те изменения, которые происходят в мире. В идеале она должна быть максимально ориентирована на прогнозирование тенденций глобального развития, определяющих профессиональный портрет будущих специалистов, а также стратегии и тактики их подготовки. В ряде недавних исследований Елены Генриховны Таревой была высказана мысль о необходимости внедрения межкультурного подхода как залога модернизации процесса. Позднее выдвинут постулат о зарождении и становлении межкультурной образовательной идеологии, которая имеет все шансы предопределить процесс обучения иностранному языку на разных его стадиях и уровнях. Заметим, что такие утверждения и прогнозы представляются нам справедливыми и оправданными в контексте тех сложных, зачастую противоречивых геополитических процессов, присущих современной обстановке. В этих условиях, нарастающей межизнической и межнациональной конфликтности, востребованным становится умение пользоваться так называемой мягкой силой, которая противопоставлена жестким силовым методам самоутверждения. Именно мягкая сила, выраженная в стремлении мирного, цивилизованного транслирования своих ценностей и установок, становится тем инструментом межкультурного взаимодействия, который должен иметь в своем арсенале любой специалист, ориентированный на достижение взаимопонимания. Данное суждение совершенно актуально для специалистов юридического профиля, ведь специфика их профессиональной деятельности априори предполагает конфликтный характер взаимодействия и медиативную функцию самого юриста, а последующего отношения как на межсубъектном уровне, так и между субъектом и системой права. Добавим, что если речь идет о юристе-международнике, он также может выступать посредником на уровне контактирующих правовых систем. В таком сложном для осмысления единии как право идея противоречия, несогласия и столкновения может иметь несколько ипостасий, хоть выраженные в таких категориях, как конфликт, который возникает между субъектами правоотношений, или коллизия, это конкуренция норм права, претендующих на регулирование одних и тех же отношений, согласно Тимофею Николаевичу Радкову. Таким образом, иноязычная подготовка юриста в рамках межкультурного подхода должна строиться при учете гихотомии идеологичности и конфликтности правовых культур и их субъектов. Идея диалога культур на протяжении последних 30 лет является одной из ключевых и системообразующих для отечественной лингводидактики. Более того, как отмечают ученые, именно она явилась связующим элементом при переходе от коммуникативного подхода к межкультурному, который во главу угла ставит вопрос достижения взаимопонимания. Вместе с тем, идеализированное представление диалога культур как открытого и уважительного обмена мнения между представителями разных этнических, религиозных, культурных и языковых групп, как вы видите на определении, не отражает амбивалентную сущность процесса межкультурного взаимодействия и замалчивает те коммуникативно-поведенческие сбои, которые могут произойти в результате конфронтации своего и чужого. Разумно и более близко к условиям реального общения представляется идея, согласно которой конфликт является неотъемлемой частью межкультурного взаимодействия. Соответственно, утверждение дихотомии диалог и недиалог культур должно повлечь за собой существенные трансформации и поддержание обучения иностранному языку на разных уровнях, а также пересмотр стратегий и тактик межкультурного иноязычного образования. Эта мысль в той или иной мере формулируется в ряде исследований российских ученых, чье внимание в последнее время приковано к недиалогу культур, как к новой лингводидактической категории. Мы можем назвать исследования Виктория Викторовна, Сафоновой, Павла Викторовича Шесоева, Николая Васильевича Барышникова и ряд других ученых. Вышеописанный тренд также поддерживается исследователями профессиональной лингвидактики, применительно к иноязычному образованию студентов-юристов, безусловно, интерес представляют работы, посвященные обучению межкультурному общению в условиях коллизии правовых культур, авторов Херотска, Олейникова и Баднарчук, а также создание и внедрение КЛИЛ-курса по правовой медиации, авторов Юшкина. В нашем диссертационном исследовании, посвященном созданию учебного пособия по правовой коммуникации на иностранном языке, мы, среди прочего, подробно останавливаемся на вопросе типологизации юридического дискурса. Этот выбор вовсе не случайный, имеет под собой ряд оснований. Во-первых, проведенный нами анализ учебника французского языка для юристов показал их преимущественную ориентированность на метаправовой дискурс, либо дискурс юридических документов. Как мы уже замечали ранее, право комплексный, постоянно эволюционирующий, усложняющийся феномен, что предопределяет наличие в его поле впечатляющего разнообразия типов и жанров дискурса. Во-вторых, исследование дискурса позволяет нам классифицировать его типы и жанры по критерию конструктивности и конфликтности. Польза подобной классификации представляется нам очевидной, так как позволяет осуществить долгосрочное планирование содержания обучения иностранному языку в сфере перескруденции. При учете общедитактического принципа от простого к сложному. У меня всякого сомнения, конфликтно маркированные жанры устно-кровового дискурса целесообразно рассматривать на старших курсах – бакалавриаты или магистратуры. Уровень владения языком предполагается, что достигают C1 и C2. При условии сформированности соответствующих предметно-профессиональных компетенций студентов. Таким образом, среди устных типов и жанров юридического дискурса конструктивным по типу взаимодействия будут относиться такие, как юридическое интервьюирование и консультирование. Для этих жанров будет характерна установка на достижение взаимопонимания и взаимопомощи, так как именно это будет определяющим фактором достижения цели обращения клиента. В числе конфликтно-маркированных жанров мы выделяем премия сторон, судебное заседание и допрос. Для этого типа взаимодействия имманентным свойством будет антагонизм, стремление сторон одержать вверх, даже путем использования стратегии манипуляции и коммуникативных атак. Конфликтно-маркированный жанр коррелирует с иноязычными умениями, выделенными Советом Европы, применительно к формальной дискуссии. Ряд этих умений представлен на слайде, вы можете с ними ознакомиться. Это и умение уверенно отвечать на враждебные вопросы, дипломатично опровергать контраргументы, это и умение аргументировать формальную позицию, комментировать контраргументы, это также умение оспарять позицию других участников. Итак, мы показали необходимое заключение в содержании обучения студентов-юристов разноплановых типов данных физического дискурса, отражающих как конструктивную, так и конфликтную модель межкультурного взаимодействия. Мы выражаем надежду, что в ближайшее время будет более обстоятельно интенсивно раскрыт лингвозитоксический потенциал конфликтного физического дискурса, который на данный момент все еще малоизучен. Спасибо большое за внимание. И на этом я завершаю свое выступление. Буду рада ответить на ваши вопросы, если таковые имеются. Большое спасибо, Мария Сергеевна. Есть ли вопросы к нашему докладчику? Вопросов пока нет. Мария Сергеевна, я хотела спросить, вы в своем докладе упомянули диссертационное исследование? Да, все верно. То есть представленный доклад является частью диссертационного исследования? Да, безусловно. Мое диссертационное исследование было посвящено разработке учебника по правовой коммуникации на иностранном языке, применительно к французскому языку. И мы обучали, в частности, конструктивным типом дискурса, дискурсу юридической консультации. Я понимаю. Спасибо. Мария Сергеевна, прошу прощения, такой вопрос небольшой, если можно. Что вы порекомендуете тем участникам юридического дискурса, которые не владеют иностранным языком на уровне C1-C2? Есть ли какие-то рекомендации в области стратегии поведения вербального? Спасибо большое за вопрос. Но здесь все, конечно, очень детерминировано тем уровнем владения языка, поскольку это тот набор языковых средств, языковых умений, который обеспечит эффективность общения. Поэтому здесь очень сложно говорить абстрактно, безотносительно какого-то конкретного уровня. Но если вы говорите о уровнях таких, как P1 и P2, мы на этих уровнях студентов обучали в день юридической консультации на иностранном языке, чтобы было достаточно успешно. Почему я говорю о принципе от простого к сложному? Мы можем начать с простых конструктивных типов дискурса и постепенно, если есть такая возможность, я думаю, что у коллег из МГИМО есть возможность обучать студентов уровня C1 и C2, постепенно приходя к конфликтным типам дискурса, которые довольно-таки часто встречаются в нашей действительности. это и дебаты, и прения сторон, это и могут быть какие-то судебные споры и так далее. То есть я думаю, что здесь важно от простого к сложному начинать. Благодарю за ответ, очень интересно. Благодарю за ответ, очень интересно, благодарю. Спасибо большое. Большое спасибо, Мария Сергеевна. Если вопросов больше нет, мы переходим, вернее, мы возвращаемся к нашему второму докладчику, который присоединился чуть позже. Мария Сергеевна, да, мы попросим вас убрать презентацию. К нам присоединилась Валиева Фатима Ивановна и ее соавтора мы не видим, соавтора Анастасия Прохора, а они представляют Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого. Фатима Ивановна, вы готовы? Здравствуйте. Да, вы готовы? Здравствуйте. Да, мы готовы. Единственное, что, к сожалению, у меня, по-моему, немножечко повредилась камера, поэтому я буду вот в таком формате вам вещать, но презентацию я попробую сейчас, я надеюсь, очень сильно, что она у меня загрузится. Да, давайте попробуем. Давайте нажмем F5 и сделаем ее на полный экран. Нажимаю на F5, немножко не получается. Дарья Игоревна, можно попробовать нажать на показ слайдов. На показ слайдов. Так, нажать на показ слайдов. Это, по-моему, в самом верху. А то верхняя панель. Куда-то у меня опускается. Так, ну, с текущего слайда нам, да? Все отлично, все получилось. Все же, да? Да. Конечно, спасибо. Да, начинаем. Итак, вашему вниманию предоставляется исследование, которое называется «Кросс-культурный анализ особенностей профессиональной адаптации молодых преподавателей иностранных языков». Одной из актуальных тем в современной системе образования является академическая мобильность преподавателей и их адаптация в условиях иноязычной культуры. Относительно немногие исследователи изучали влияние личностных характеристик педагогов на кросс-культурную адаптацию. Исключением является серия исследований, которая проводилась с зарубежными учеными и касалась ряда индивидуально-психологических характеристик, таких как локус контроля, тревожность, экстраверсия молодых преподавателей в условиях адаптации к профессиональной среде. Согласно Ворду и его группе, непосредственно которая с ним работала, и определенные характеристики человека, и сама ситуация могут эффективно регулироваться по желанию адаптанта. Возможность регулировать успешность адаптации в иноязычной среде возрастает, если преподаватель информирован на часто появляющихся у его коллег за рубежом проблемах и сложностях в рамках профессионально ориентированной деятельности. С другой стороны, успешно пройденный процесс профессиональной адаптации является важнейшей предпосылкой для минимизации влияния негативных обстоятельств на психологическое состояние молодого преподавателя. Особую актуальность это приобретает в рамках первичной адаптации специалиста, когда идет процесс перестройки психики по требованию профессиональной среды и формируется субъективное отношение к профессиональной деятельности. Данное исследование может иметь определенную ценность для тех, кто планирует поехать за рубеж для преподавания иностранного языка или те, кто столкнулся с задачей выбора потенциальных стажеров. Итак, актуальность выбранной темы обусловлена тем, что профессиональная адаптация молодых педагогов является важнейшей предпосылкой для качественной, эффективной работы, а исследование факторов, влияющих на данный процесс и применение этих исследований предотвращает возникновение негативных явлений, таких как снижение профессиональной мотивации, адекватной самооценки и другое. Объект, предмет и частично цель данной работы уже были в той или иной форме озвучены, поэтому, я полагаю, будет уместнее перейти к задачам. В качестве задач мы выдвинули изучение понятия профессиональной адаптации в современной психолого-педагогической литературе, рассмотрение факторов, влияющих на данный процесс, проведение пилотного исследования и формирование исследовательского инструментария на основе его результатов, а также проведение констатирующего эксперимента для выявления наиболее значимых факторов профессиональной адаптации молодых специалистов в Испании и России. На последнем этапе нашего исследования мы проводили анализ и интерпретацию полученных результатов, а также постарались определить определенные рекомендации, формулировать определенные рекомендации на основе анализа имеющихся курсов, имеющихся онлайн-групп и в Испании, и в России. Теоретическую основу нашей работы составили исследования зарубежных и отечественных специалистов, ну и для решения поставленных задач был использован целый комплекс методов исследования. Это, естественно, анализы систематизации трудов по заявленной теме анкетирования, интернет-опрос молодых преподавателей, анализы и интерпретации результатов исследований с помощью математико-статистического анализа с использованием ряда программ СПСС «Статистик» и «Эр-Студио». Определим понятие профессиональной адаптации. Сластюнина Кошелин определяет профессиональную адаптацию как процесс вхождения человека в профессию и гармонизацию взаимодействия его с профессиональной средой. Испанский специалист Каев Олехо определяет профессиональную адаптацию как процесс, выходящий за пределы освоения профессиональных навыков человеком, но включающий в себя адаптацию к организации, ее задачам и рабочей среде в целом. В зависимости от наличия или же отсутствия предыдущего трудового опыта можно выделить два основных вида адаптации профессиональной. Это первичная и вторичная. Профессиональная адаптация является достаточно длительным процессом, проходит последовательно в несколько этапов и существует несколько уровней профессиональной адаптации. Например, Верещагин описывает следующие уровни – психофизиологическую, психическую, профессиональную и социально-психологическую. В данном случае важны все три. Психофизиологическая адаптация – это привыкание организма к условиям трудовой ситуации, приспособление к поурочному режиму. Психическое и профессиональное – это понимание главных элементов новой системы и перестройка психических процессов, когда особенности характера преподавателя подстраиваются под требования образовательного учреждения и появляются новые модели поведения. Социально-психологическая адаптация – это вхождение молодого специалиста в устоявшуюся систему взаимоотношений внутри образовательного учреждения и усваивание новых социальных ролей. Существуют разные классификации факторов, способствующих успешному завершению процесса адаптации. Основополагающим является разделение факторов на внешние, которые не зависят от молодого специалиста и тесно связаны с окружающей его профессиональной и социальной средой, и внутренние связаны с адаптационным потенциалом, степенью развитости личности в различных сферах и адекватностью мотивации требованиям профессиональной деятельности. Внешние факторы также делятся на материальные, такие как отношения общества и государства в профессии преподавателя, материально-техническое обеспечение и социальные, то есть взаимоотношения преподавателя и руководство психологических, климат в коллективе. Так как целью нашей работы было изучение процесса адаптации молодого специалиста в профессиональной педагогической деятельности, мы, естественно, на определенном этапе задали задачу такую для себя найти наиболее приемлемое для нашего исследования определение молодого специалиста. Данное определение сейчас у вас представлено на слайде. Зачитывать его не буду, дабы сократить время. И несколько слов о педагогической деятельности, о сути педагогической деятельности. Безусловно, все очень хорошо помнят, что это особый вид социальной деятельности, направленный на передачу от старших поколений к младшим, накопленных человечеством культурой и опытом, создание условий для их личностного развития и подготовку к выполнению определенных социальных полей в обществе. Это очень сложный процесс, который выдвигает определенные требования к человеку. Преподаватель, педагог, он должен обладать целым набором компетенций и личностных качеств. Компетенции, выдвигаемые Советом Европы на сегодняшний день, базовые для нас, по крайней мере, были социальные и политические компетенции, компетенции, затрагивающие жизнь в многокультурном обществе, что являлось для нас, наверное, более значимым. Коммуникативные компетенции, компетенции, связанные с работой СКТ, и развивающие желание учиться и самосовершенствоваться. В качестве исследовательского инструментария в рамках нашего исследования выступили авторский опросник «Анализ влияния неакадемических академических факторов на процесс профессиональной адаптации» и анкета для выявления кризисогенных факторов и факторов преодоления профессиональных кризисов учителей. Для выявления наиболее актуальных факторов, влияющих на процесс профессиональной адаптации, был проведен пилотный срез, было проведено пилотное исследование. В частности, были использованы характеристики, которыми должен обладать молодой преподаватель для профессионального самоопределения. На данном слайде даны общие характеристики данной выборки, общее количество составило 30 человек, 17 из России и 13 из Испании. Разный возраст и небольшая разница в опыте. После обработки данных выяснилось, что среди академических факторов обе группы опрошенных выделяют важность владения общепедагогической компетенцией, а также умение пользоваться ИКТ. Испанские преподаватели отдельно подчеркивают важность владения социокультурной компетенцией, что связано, как мы полагаем, с большим количеством приезжих и студентов, желающих учиться по обмену в Испании. Очевидно, что исходя из этого, преподаватель глубже изучает такую дисциплину, как хоскультурная коммуникация, а также в процессе обучения больше общается с иностранцами. В связи с этим владение данной компетенцией было оценено высоко со стороны испанских преподавателей. Среди неакадемических факторов российские преподаватели отмечают умение вести комфортную для всех сторон беседу и наличие навыка коммуникабельности, а испанские преподаватели умение непрерывно учиться, стрессоустойчивость и управление эмоциями. Таким образом, российские педагоги выделили навыки, связанные с общением как с учащимися, так и с педагогическим коллективом, что означает, что наши преподаватели ориентированы на социально-психологическую адаптацию, то есть построение устойчивых отношений с коллегами и учениками. Испанские педагоги подчеркивали важность умения непрерывно учиться и управлять своими эмоциями, что показывает их ориентированность на долгосрочные цели в плане развития в своей сфере деятельности. На основании результатов пилотного исследования был выбран исследовательский инструментарий для констатирующего эксперимента. В качестве выборки на данном этапе нашего исследования выступили 98 преподавателей, 47 преподавателей среднеобразовательных школ и высших учебных заведений в России и 30 преподавателей в Испании. В возрасте от 21 до 30 лет стаж работы от 3 месяцев до 7 лет. Результатом первичной обработки и предварительного анализа данных стала представленная на слайде диаграмма, в соответствии с которой видно, что основным кризисогенным фактором у обеих групп окрошенных стал фактор негативного влияния внешних обстоятельств. Основными факторами преодоления кризиса у российских преподавателей стал фактор ориентации на новое, а у испанских фактор обретения самоконтроля. Очевидно, что показатели факторов кризисных состояний у российских педагогов выше, чем у преподавателей из Испании в среднем на 0,5 балла. Но это в принципе значимо, если учесть то, что у нас была 5-бальная шкала. Это говорит о том, что преподаватели из России более склонны к кризисным состояниям, преступлению в профессиональную среду, чем испанцы. Однако на обе группы окрошенных в большинстве оказывает воздействие фактор негативного влияния внешних обстоятельств, то есть фактор, повлияет на который преподаватели чаще всего не в состоянии. Это значит, что определяющим элементом для молодых преподавателей являются именно окружающие, то есть администрация школы, педагогический коллектив и другие участники образовательного процесса. Что касается факторов преодоления кризиса, схожие мнения преподавателей имеют касательно фактора ориентации на новое и интенции на развитие. Причем испанские педагоги в пилотном исследовании также указывали важность этого фактора. А вот российские преподаватели оценили его ниже всех остальных. Это может быть связано с тем, что российские педагоги сами не осознают иногда, насколько важно постоянное совершенствование в профессиональной сфере и развитие личности, так как в России, в отличие от стран Европы, еще нет такой всеобъемлющей, наверное, популярности, тенденции, которая называется lifelong learning. Более того, преподаватели из Испании отмечают, что легко поменять работу у них не получится, и в связи с этим они строят долгосрочные цели на свое профессиональное будущее в конкретной сфере и стремятся развиваться в ней. Далее мы представили несколько корреляционных плеяд. Извините, что прерываю, давайте еще пару минут, и мы попробуем. Хорошо, я думаю, что в таком случае корреляционный анализ я опущу. Здесь различные плеяды. В частности, на первой плеяде наиболее важным, сильным системообразующим элементом представлен фактор обретения самоконтроля. На последующих также представлены несколько важных характеристик, в частности, фактор обретения целей. И, пожалуй, один из важнейших выводов – это фактный анализ по данным российской выборки и отдельной испанской выборки. В данном случае мы видим, что на основе российской выборки было выделено два важнейших фактора. Первый фактор включает в себя все составляющие преодоления кризиса и негативно коррелирующие с ним фактор отчуждения и фактор потери смысла жизни. Второй компонент включил в себя фактор отсутствия перспектив и фактор негативного влияния внешних обстоятельств. На испанской выборке несколько другой получился факторный анализ. Мы видим, что здесь вышло три фактора. Первый включает в себя все факторы преодоления кризиса. Второй – самый нагруженный компонент, то есть самый тяжелый увесистый, включает в себя два фактора, но самых важных, самых актуальных – отсутствие перспектив и фактор негативного влияния. И третий компонент включает фактор потери смысла жизни, фактор отчуждения, фактор обретения самоконтроля с отрицательной корреляцией. Далее мы попытались сформулировать рекомендации, в которые вошли упражнения ситуации, разыгрываемые в различных тренингах и с кураторами, метод сказкотерапии, психологическое и педагогическое тьютерство, которое показывает и дает высокую эффективность, и создание различных чатов и приложение для поддержки молодых преподавателей. Я думаю, что на этом, в принципе, я могла бы закончить, потому что далее идут выводы. Выводы частично уже прозвучали в нашем исследовании. Если есть какие-то вопросы, я готова ответить. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Фатима Ивановна, за ваши интереснейшие исследования. Итак, вопросы. Пока вопросов нет, а есть пара вопросов у меня. Я спросила, хотела узнать, чем можно объяснить выбор Испании в качестве второй стороны исследования. И второй вопрос, возможно, он покажется каким-то забавным. Не связаны ли результаты вашей исследования, полученные для обеих сторон, каким-то образом с особенностями национального характера этих двух стран? Безусловно, это связано... Давайте со второго я начну. Безусловно, это связано с особенностями национального характера этих стран. Безусловно, это мы принимали во внимание. Поэтому у нас и, собственно, обозначены кросс-культурные характеристики, кросс-культурные сравнения. Но независимо от этого речь идет не о том, что мы изучаем только индивидуально-психологические характеристики, представители той или иной культуры. Это отражается и на среде, и на образовательной среде. Это отражается и в целом на традициях. Вернее, традиции, наверное, влияют на людей, но и в какой-то степени, наверное, массы влияют на то, какие традиции сохраняются, передаются от поколения в поколение. Это затрагивает все институты социальные, это затрагивает все сферы, все иерархические вот эти вот составляющие. Поэтому это может быть в первую очередь обусловлено и национальным темпераментом и национальным характером. То, что касается первого вопроса, напомните мне, пожалуйста, он касался… Почему именно Испания? Испания. Ну, Испания, наверное, была выбрана, во-первых, потому что у нас очень неплохие контакты с испанскими университетами и участие студентов, с теми, с кем я работала непосредственно, сложился очень благоприятный опыт и отношения. Мы решили выбрать то, что нам больше всего понравилось и то, что нам было ближе. Второй автор этого исследования, Прохорова Анастасия, она знаток испанского языка и, в принципе, у нее очень хорошие связи, контакты с преподавателями, молодыми испанцами. Вот, собственно, этим и было вызвано. До этого мы изучали аналогичное что-то у нас было, связанное с образовательной средой Соединенных Штатов Америки и Германии. Вот сейчас мы решили изучить Испанию. Большое спасибо, исчерпывающий ответ. Давайте будем переходить постепенно к следующему докладу. Если у кого-то остались вопросы к Фатиме Ивановне, вы можете задать их в чате или в конце нашей секции. Я думаю, что у нас останется время. А мы переходим от, скажем так, лингводидактических проблем непосредственно к лингвистическим проблемам. И следующий наш докладчик – это Бычкова Юлия Алексеевна из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова с интереснейшим докладом на стыке медицины и лингвистики. Да, добрый день. Скажите, а что нужно нажать, чтобы полный был? Ф5. Ф5 попробуйте. Не получается. Тогда вы говорили переходы? Нет. Дарья Игоревна, я сейчас не вижу. А, вот в самой верхней панели. Я хочу слайд-шоу у вас. А, слайд-шоу. Отлично. Добрый день. Меня зовут Бычкова Юлия Алексеевна. Я представляю российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова. Тема моего выступления – морфологические структуры и характер функционирования и понимных терминов из раздела генетика в специальной литературе как элемент формирования коммуникативной компетенции врача. Ну, тема моего доклада достаточно узкоспециализированная, но, надеюсь, будет интересна. Известно, что терминологический состав медицинской науки перенасыщен терминами и понимами. В ипонимической терминологии увеговечены имена свыше 6000 врачей и ученых из 60 стран мира. Ипонимы занимают важное место в лексическом фонде английского языка, и неслучайно известный писатель и публицист Федосюк называл эти единицы языковыми памятниками, выдающимся ученым, изобретателям, врачам, чьим имя запечатлено в их творениях. Ипонимы – это терминологические сочетания, которые образованы путем соединения не менее двух компонентов. К медицинским терминам ипонимам относятся названия веществ или органов, связанных со строением тела человека, например, комплекс ГОЛДЖА, ГОЛДЖА аппаратус, или антиген ДАНТО, ДАНТО антиген, функциональные нарушения, например, синдром Клайнфелтера, Клайнфелтера синдром или болезнь Альцгеймера, Альцгеймера, название методов и тестов, окрашивание по грамму, грамм-стрейн, тест Эдсона, и законы медицины, например, Дарвиновская приспособленность, приспособленность, Дарвириан фитнес, о равновесии Данфорта, Данфорс эквилибриум. Целью моей статьи, целью данной статьи является изучение функционирования японимных терминов из раздела генетика в специальной литературе. Материалом для исследования стали 100 японимных терминов из медицинской области генетика, полученные методом сплошной выборки из англо-русского словаря генетических терминов Арефьева и Лисавенко и учебника медицинская генетика Горбуновой. Напомню, что медицинская генетика изучает закономерности, явления наследственности и изменчивости у людей, особенности проявления и развития нормальных и патологических признаков, зависимость заболевания от генетической предрасположенности и успехи молекулярной генетики создали предпосылки для возникновения новых направлений генетических исследований, например, таких как генная инженерия. В настоящее время методы генной инженерии широко используются для промышленного производства высококачественных биопрепаратов, используемых в медицине, например, инсулин человека, интерферон, вакцины против гепатитов В и так далее. Достижения генетики в той или иной мере часто очень значительные, входят в основную часть в вирусологию, микробиологию, империологию и с полным правом можно сказать, что современная генетика занимает центральное место среди биологических дисциплин, особенно в последнее время. Например, известная вакцина спутника COVID-19, она как раз и представляет собой вирусную векторную вакцину на основе аденовируса человека, который содержит в своем геноме вставку, которая вызывает иммунный ответ в организме человека. Материалом для исследования стал онлайн-журнал Medscape. Это современный интернет-ресурс для врачей и других специалистов в области здравоохранения, который содержит оригинальные журнальные статьи медицинской тематики, последние новости мировой медицины, информацию о медицинских препаратах. Всего было проанализировано около 50 страниц статей медицинского характера. Ну и как выяснилось, как показало исследование, и пониумные термины присутствуют в различных вариантах, то есть несколько структурных моделей. Это имя собственное с апострофом и с плюс название, например, азгеймерс из 17 пониумов, или просто имя собственное 64 пониума аббревиатурные варианты, когда многокомпонентное образование, оно функционирует в виде аббревиатуры. Также существует пропуск одного из компонентов многокомпонентного терминологического сочетания, например, Graves-Baselio-Disease, вместо Graves-Baselio-Disease мы видим Graves-Disease. Или синтаксические варианты, например, Langerhans Islet, Islet of Langerhans. Ну, здесь я показываю вот на этой странице фотографии из текста, где действительно вот так или иначе два возможных варианта Альцгеймерс-Disease и Альцгеймерс-Disease в названии статьи. Pediatric Graves-Disease вместо Graves-Baselio-Disease и аббревиатурные варианты вместо Макьюн-Олбрайт-Синдром мы видим МЭС. И вот небольшой такой кусочек статьи, где именно вместо полных названий функционируют именно только аббревиатуры. Таким образом, в ходе исследования установлено, что японимные термины функционируют в специальной литературе в различных вариантах. И явление вариантности является показателем функционирующего языка. языковая вариантность это следствие языковой эволюции, показатель языковой избыточности, но избыточности дающий толчок к развитию. Мы видим, есть вариантность орфографическое варьирование и аббревиатуры. То есть, какой вывод мы можем сделать? Поскольку цель научной или научно-популярной статьи это передача информации, данный жанр включает информацию конференций, научных докладов, информативность, четкость и логичность основные слагаемые научно-технического текста, которые организуют языковые средства языка. Наличие аббревиатур и пропусков одного из компонентов ипонимических терминов дает нам возможность сделать вывод о том, что принятые в научно-технической литературе сокращения являются ответной реакцией на наличие терминологических сочетаний, состоящих из нескольких компонентов. И такие экстралингвистические факторы, как нарастание потока информации, стремительное развитие средств массовой коммуникации, а также обмен научно-технической информацией. И громоздкие термины мешают профессиональной коммуникации специалистов, особенно в письменной речи. Далее представлены упражнения с участием опонимных терминов для студентов-медиков, которые направлены на формирование коммуникативной компетенции в контексте иноязычного профессионального общения по направлению медицины. Первое задание необходимо сопоставить две колонки и подумать, какие здесь получатся японимные термины. И дальше подобрать для каждого небольшого отрывка вот какой сюда подойдет японимный термин. То, что получилось. CAPF-CELLS, TENON-CAPSUL и CREP-CYCLE Это упражнение языковое цель анализа, тренировка и понимных терминов для того, чтобы обогатить профессиональную речь медицинскими терминами на основе имен собственных. И еще одно упражнение дескриптивное, речевое, то есть описать визуальный материал, например, картинки или какие-то то есть это не просто картинки, отображают они отображают какие-то части человеческого тела. Здесь у нас и драмы, и стэшн, и миддл эр. Вот где находится Евстахиева труба должны студенты определить. Может кто-нибудь знает, где она находится. Вот она находится внизу. Ну и какой вывод из этого всего следует, что английский язык при изучении в высших медицинских учреждениях относится к английскому языку для специальных целей. В настоящее время сфера преподавания английского языка для специальных целей является недостаточно разработанной, в первую очередь в лингвистическом отношении. Одной из серьезных проблем на пути освоения учащимися иноязычной коммуникативной компетенции выступает недостаточно развитый вокабуляр студентов медицинских специальностей в сфере общенаучной терминологической лексики. Поскольку целью обучения студентов медицинского вуза является развитие иноязычной коммуникативной компетенции, использование занятий по иностранному языку заданий, которые содержат профессиональные термины, является эффективным методом для обучения лингвистической составляющей коммуникативной компетенции. Ну и такие, скажем, особенности английского языка для специальных целей это то, что он является основной составляющей изучения языка при подготовке квалифицированных специалистов по направлению медицины и не только для любой специализированной области. Программы отличаются от общеобразовательных программ английского языка, они разрабатываются для удовлетворения конкретных потребностей учащихся, связаны по содержанию с конкретными профильными дисциплинами, в них используются аутентичные материалы и они содействуют культурной осведомленности студентов наших учащихся. На этом все. Большое спасибо, Юлия Алексеевна. Есть ли у нас вопросы? Пока нет вопросов? Юлия Алексеевна, у меня вопрос дилетанта и он связан скорее с медициной. Скажите, пожалуйста, не могли бы вы сказать нам, откуда берутся ипонимы? То есть, кто принимает решение о том, что то или иное медицинское явление будет названо в честь его первого открывателя? Сколько обычно времени проходит с тех пор, как человек совершил какое-то открытие в медицине, которое позже получило, было названо в честь него? Вы знаете, это, да, вопрос интересный, но здесь нужно, конечно, обратиться к истории медицины, поскольку это очень долгая наука и, конечно же, в древние века это были люди, которые открыли, например, тот или иной фрагмент человеческого тела. Это были либо люди, ученые или врачи, либо это были люди, которые болели этим заболеваниям. Таких синдромов их может быть, например, там единицы, пять человек в мире болело. И также бывают еще иконимы не только с учеными, которые разрабатывают тот или иной тест или метод, например, метод, проба какая-то, окрашивание или что-то еще. Кто изобрел имя того человека и берется вот этот вот как раз этот или тест или метод или что-то еще. Или бывают еще иконимы, в том числе медицины, названные по имени допустим синдрома Ван Гога. Это по имени людей, которые не связаны с медициной, но тем не менее вот эти иконимы существуют. То есть когда человек хочет отрезать себе что-нибудь. А кто принимает вот это решение о названии? То есть это какое-то международное сообщество? Да, потому что это международное сообщество, потому что может быть в нескольких странах, например, одновременно. Поэтому и несколько ученых в одном названии, два, три, четыре бывают ученых, которые открыли то или иное явление. Я думаю, что медицинское сообщество, когда они принимают вот именно какой-то например, они устанавливают, что это синдром или это заболевание, они его фиксируют где-то в своих списках и, конечно же, это сообщение наверное не заболевает. Поняла, большое спасибо. Нет больше вопросов к Юлии Алексеевне? Нет, тогда мы переходим к нашему следующему докладчику из Университета Аликанте Испания. Прошу прощения, если я сделала ошибку в правильном произношении имени, это Сирана Рубен Медина. Не знаю, слышит ли наш докладчик? Дарья Игоревна, вы не знаете, подключился ли он к переводу? Я не знаю, подключился ли он к переводу? Да, да, да. Привет, good morning everybody. Hello. Hello. I don't know when it's my turn. Добрый день. Я не знаю, когда подойдет моя очередь, уже подошла. Я хотела бы поделиться с вами своей презентацией. Наверное, всем остальным нужно включить услуги переводчика, чтобы слушать перевод, если это вам нужно. Внизу есть у вас соответствующий значок. будет лекция. А если вот выступление на английском языке, может быть... Мне кажется, да, что мы сейчас должны нажать на перевод внизу зумовской панели и выбрать там русский язык. Я понимаю, что таким образом мы сейчас попадем на синхронный перевод доклада. Спасибо. Давайте попробуем так сделать. Да, да, все абсолютно верно сказано, надо переключиться на русский язык. Скажите мне, когда появится моя презентация на экране. Is there? Так, ну еще, по-моему, не все правильно. Я только часть вижу, говорят некоторые участники. Да, теперь видно все. Итак, еще минута. Добрый день всем. Приветствую всех. Меня зовут Рубен Медина Сирана из университета Аликанде. Мы преподаем английский, испанский и немецкий. И я хотела бы вам рассказать сегодня о теме это контрастивный анализ, сравнительный анализ языковых выражений, используемых в аудиторской деятельности. Межкультурный аспект обучения профессиональной лексики. Литературе обучение вот этому аспекту произошли очень большие изменения, она очень быстро развивалась за последние десятилетия, однако относительно пары языков английский и немецкий пока еще не так много учебных материалов. Очень часто эти учебники используют традиционные методы обучения, фокус на них сохраняется, но в течение 20-21 года ограничения, связанные с пандемией, отрицательно повлияли на логистику организации всего этого процесса. И традиционное обучение стало гораздо более важным в обучении именно аудиту. И мы хотели бы рассказать о том, каким образом вот сейчас появились новые тенденции, которые выявили существующие недостатки в этом обучении, те слабости, которые у нас пока имеются. Ожидают ли фирмы, что практики в целом, в частности аудиторы, понимают, каким образом можно использовать систему вспомогательного перевода и различные коммуникационные технологии для того, чтобы осуществлять аудит и осуществлять преподавание. Понимают ли преподаватели в университетах и практически занимающиеся аудитом люди, используют ли они мобильные лексиконы и методологии для обучения и преподавания этого предмета. Это были наши вопросы, поставленные исследованием. Целью нашего исследования было рассмотреть, что уже существует, какие фразеологические сочетания, коллокации существуют, собрать данные об этом и подготовить руководство для практиков, а также для тех, кто занимается обучением, относительно того, каким образом этой деятельностью можно заниматься в удаленном режиме, в частности. И еще одной целью было всячески способствовать больше эффективности этого процесса. Мы следовали такой исследовательской модели. Она включала сеть пунктов. Определить проблему, сформулировать ее, мотивировать исследователей к участию в работе, определить цели, решения, сделать выводы. Структура моего сообщения будет следующей. Четыре части в ней введения, где мы говорим об управленческих вопросах, о том, какая существует эквивалентность различных словосочетаний в этой паре языков. И здесь я проделал конкретную исследовательскую работу, которую представляю. Третье это выводы и значения этой работы и четвертая рекомендация. Методология. Обзор литературы в системах ProQuest и Google. Мы провели исследование того, что уже существует и есть компания, которая осуществляет, который является ведущей компанией, производящей электронные продукты. И в Германии работают более полутора тысяч сотрудников. Это цифры, которые мы взяли по данным 2020 года еще до ограничений. И каким образом мы осуществляли это исследование? методом было проанализировать качественные даты, качественные данные. И мы использовали методологию Губермана, которая состоит из того, что собираются качественные даты, качественные данные, проводится ряд интервью в этой компании, и также анализируются существующие документы и вся имеющаяся литература. Затем мы представляем эти данные и затем мы оцениваем все, что мы изучили. И видите вы здесь одну из наших таблиц терминологических словосочетаний по аудиторской деятельности. Как каковы критерии? Что такое критерии аудита? Мы даем английское определение на немецком языке и каким образом они соответствуют между собой, когда это определенный набор требований, которые используются для анализа каких-то конкретных данных, которые существуют в документах компании. что такое аудиторские заключения? Это тот вывод, который делают после рассмотрения всех данных, которые рассмотрели при анализе работы компании аудиторы. Доказательства, которые принимаются в расчет аудиторской деятельностью, объективные сведения и так далее. и вот это очень важно для того, чтобы обучать людей этой деятельности в различных странах, чтобы они могли знакомиться с литературой по предмету, понимать ее и на английском, и на немецком, и на испанском. Каким образом мы можем обучать вот этой терминологии, каким образом мы можем оказать помощь практическим работникам, которые занимаются аудиторской деятельностью, до ограничений в связи с пандемией использовали различные инструментарии, а сейчас в основном мы используем Zoom, Skype и различные видеопрограммы Google Hangouts, Microsoft Teams, вы видите их название на экране, и это все происходит в режиме удаленной работы, и также, когда осуществляется аудит, как вы можете видеть вот здесь на иллюстрации, каким образом вы это используете, конечно же, вы должны оценивать все в режиме работы в Zoom, и используются мобильные какие-то средства связи, можно использовать смартфоны, используются также очки виртуальной реальности, и мы видим, что мы видим, каким образом отражается эта реальность, как мы ее можем интерпретировать, и это очень важно для как осуществления удаленного аудита, так и для обучения этой профессии. мы обращаем внимание на грамматику и на словосочетание, это важно, и мы используем корпусы различных языков на практике, и вот здесь вы видите, здесь наш инструментарий включает корпус, в котором упомянуты основные словосочетания, причем мы можем использовать такие данные по арабскому языку, китайскому и даже по русскому, и есть возможность обучать, используя этот корпус, выделяя те словосочетания, которые важны для нас, вот эти словосочетания, допустим, термин леба, есть, он включен в корпус, и мы смотрим, насколько часто он используется, допустим, вот слово соглашение используется пять раз, вот здесь я привожу данные о результатах нашего исследования, какое время уходит на осуществление аудита, и основано это на конкретных примерах. И мы пришли к выводу, что есть тенденция использовать инструменты CAD, которые интегрируют искусственный интеллект, а также деятельность человека, а также существует возможность обмена информацией на платформах, таких как Skype, Nextroom, и это также очень полезно для обучения, для изучения и для практической работы. И здесь эти методы ускоряют процессы усвоения этой информации, и, конечно, мы стали гораздо больше их использовать в силу карантина из-за пандемии ковида, и мы используем в значительной степени комбинацию, сочетание целого ряда способов работы с этой информацией, и это становится все более важным для нас именно в преподавании этого языка, обучении этой деятельности. И хочу подчеркнуть, что мы изучили различные конкретные примеры, и мы надеемся, что наше исследование обогатит литературу, которая существует относительно этих словосочетаний в немецком и английском языке. Мы также показали, каким образом можно использовать различные инструменты, дающие возможность сравнения в этой виртуальной реальности. А сейчас я хотела бы поблагодарить вас на ваше внимание, и если у вас есть вопросы, пожалуйста, задайте мне вопросы либо сейчас, либо позднее. Спасибо за внимание. Мы благодарим господина Сирана за его интереснейший доклад. Меня слышно? Или нет? Да, да, все слышно. Слышно. А я бы хотела поподробнее попросить его рассказать об использовании очков виртуальной реальности в обучении, потому что для России это такая совершенно новая технология, я пока не слышала, чтобы в наших университетах применялось это в обучении языку и формировании каких-то языковых компетенций. виртуальной виртуальной реальности вы можете использовать Ваш контакт берет телефон, и можно делиться какими-то упражнениями. Это могут быть письменные или какие-то другие упражнения. И в области аудита очень часто надо бывать в разных помещениях, нужна какая-то мобильность, и вот они помогают вам обеспечивать эту мобильность и делиться информацией, которую видите вы с кем-то другим. И с практической точки зрения, возможно, наверное, если студент хочет вам что-то показать в своей комнате или где-то, где он находится, если он что-то делает, чем-то занимается, и вот вы тогда можете благодаря этим очкам видеть то же самое, что видит он, что окружает его, одновременно это происходит. Я не уверен, что я достаточно понятно ответил на ваш вопрос. Вы можете представить, как это работает, когда вы надеваете эти очки, и тогда другой человек, с которым вы связываетесь, может видеть все то же, что видите мы. Большое спасибо. Есть ли у нас еще вопросы? Мне кажется, мы должны вернуться тогда все в наш общий зал. Меня слышно, уважаемые докладчики, гости? Мне слышно, но я никуда не выходила. Да, я тоже никуда не выходила. Я тоже оставался здесь. Одну секунду. Робер, can we ask you to stop the screen sharing, please? Yeah, 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 for sure. Thank you very much for your interest. Thank you. Thank you very much. Thank you. А мы переходим к нашему следующему докладу. Барсукова Елена Александровна. Она представляет Московский государственный университет имени Ломоносова. И доклад посвящен неологизмам за 2020 год и их лингвистическому потенциалу. Елена Александровна, вы нас слышите? Да, уважаемые коллеги, я надеюсь, что меня слышно. Спасибо большое за представление моего доклада. Хотелось бы выразить сердечную благодарность организаторам конференции, комитету, руководству университета за возможность поделиться своими наблюдениями и встретиться, побеседовать с коллегами. Да, действительно, мне бы хотелось поговорить о динамических процессах в лексическом составе английского языка в прошлом году. Ни для кого не секрет, что лексический состав языка более чем другие его уровни реагирует на изменения общественно-политического, культурного характера жизни народа, носителя какого-либо языка. И изменения в словарном составе представляют собой языковой ответ на внеязыковые запросы. Появление нового слова в языке соответствует возникновению новой реалии, нового видения действительности. Экстралингвистический импульс получает в лексических изменениях лингвистическое воплощение. И по утверждению профессора Владимира Моисеевича Лейчика, каждая эпоха выдвигает на первый план некоторое количество слов, которые обладают социальной значимостью и особой выразительностью. Это утверждение как никогда актуально сегодня. Что же можно сказать про прошлый год? Мониторинг корпуса английского языка показал, что в прошлом году наиболее частотными определениями для того времени, свидетелями которого нам всем довелось стать, были прилагательные strange – странный, crazy – безумный, lost – потерянный, и, конечно же, unprecedented – беспрецедентный. Язык, в частности английский, очень стремительно отреагировал на экстралингвистический запрос, появились новые слова, а также большое количество лексических единиц вышло на передний план с периферии языкового сознания из узкоспециального употребления. Лексикографическое сообщество практически в режиме реального времени отслеживало сейсмические сдвиги в языке, или, как выразился президент Oxford Languages Каспер Градвелл, лексикографам предстояло описать гимнастические трюки, которые совершал английский язык в прошлом году. Действительно, в 2020 году ведущие англоязычные справочные издания нарушили традиционный график пополнения словарей списками новых слов и сделали ряд внеочередных обновлений, реагируя на экстралингвистические вызовы. Так, например, онлайн-словарь Merriam Webster выпустил внеочередное обновление в марте, а затем в апреле прошлого года. Оксфордский словарь, в свою очередь, публиковал внеочередные обновления также дважды в апреле и в июле. Более того, в конце года Оксфордский словарь отказался от идеи объявить какое-то одно слово года, поскольку редакция сочла, что изменения, которые принес 2020-й, настолько масштабные и разноплановые, что ни одно слово не может вместить всю мозаику и палитру перемен, которыми нам запомнится 2020 год. В чем же причина того, что лексикографы с такой оперативностью пополняли макроструктуру своих словарей? Конечно же, это общественный запрос. Основываясь на корпусных данных, они видели, что, например, уже в марте-апреле лексическая единица coronavirus стала более частотной, чем одно из самых употребимых слов в английском языке time. А появившееся только в феврале прошлого года слово COVID-19, и есть конкретная дата его рождения, это 11 февраля, в отчете Всемирной организации здравоохранения, и вот эта лексическая единица в апреле, уже в апреле, буквально через несколько месяцев, через пару месяцев, это слово вошло в пятерку самых частотных существительных в корпусе английского языка наряду с лексическими единицами people, time, year. Конечно же, изучение новых слов и контекстов вызывает повышенный интерес студентов и является дополнительным стимулом к освоению материала. Настоящий доклад посвящен возможности использования неологизмов в лингводидактических целях для повышения языковой и социокультурной компетенции учащихся, с целью отбора новой лексики для использования в аудитории и оценки ее лингводидактического потенциала на основе принципов частотности, нормативности, социальной значимости, был составлен глоссарий неологизмов, связанных с пандемией и ее последствиями. Работа выполнялась на материале внеочередных обновлений словарей Oxford Dictionary – апрель-июль 2020 года, Merriam-Webster Dictionary – март-апрель 2020 года, а также глоссария новых слов и модных слов портала Macmillan Dictionary. В исследовании неологизмы группируются в ряд категорий. Во-первых, это наименование заболевания, превентивные меры, термины эпидемиологии, а также в развитии цифровизации онлайн-безопасности и социально-психологической реакции на карантинные меры. Анализ источников демонстрирует возможность решать на собранном материале ряд лингводидактических задач. В частности, на примере неологизмов 2020 года можно продемонстрировать следующее. Например, признаком того, что единица приобрела устойчивый характер в языке, является ее словообразовательная активность с большим количеством производных и значительное число сокращенных наименований. И вот в аудитории данные процессы могут быть проиллюстрированы при помощи неологизма COVID-19. Примечательно, что термин, как мы помним, который родился всего лишь в феврале прошлого года, стал настолько употребим, что молниеносно были созданы многочисленные сокращенные формы COVID, CV, C-19, Corona, Rona. Исключительные и деривационные способности этой лексической единицы, особый интерес общественности и пристальное внимание средств массовой информации породили такие производные, как pre-COVID, post-COVID, pre-coronavirus, post-coronavirus. В общем-то, пресловутый COVID, который просочился и в русский язык. Cronials – это те дети, которые обязаны своим рождением карантину. Более того, при помощи лексики, связанной с пандемией, можно обратить внимание студентов на тот факт, что социальная значимость какого-то явления может способствовать переходу соответствующего термина из узкоспециального употребления в общеупотребительную лексику. И такое явление мы могли наблюдать со значительным количеством медицинских терминов и терминов эпидемиологии. Например, R-number – коэффициент распространения, community transmission, flatten the curve, super-spreader, patient zero, contact tracing. Конечно же, эпидразведка существовала, наверное, с начала 20 века, как минимум, но именно это слово совместно с другими словами этой терминологической области вошло в всеобщее употребление. Помимо этого, новая пандемическая лексика дает нам интересные примеры регионализма, что также может стать живым, актуальным иллюстративным материалом в аудитории. Так, например, сокращение Rona, характерно для Австралии и США. Isol – это австралийский регионализм, сокращение от Isolation. Антисептический гель в Австралии именуется Sunny. Более того, лексическая единица lockdown широко используется в большинстве англоговорящих стран. Мы, естественно, знакомы с этим фактом. Великобритания, Канада, Австралия. И для обозначения вводимого правительством карантина. Однако в Соединенных Штатах Америки наряду с этим словом, которое, нужно сказать, вызывает некоторое отторжение, потому что в нем очень активна семантика мер, навязанных государством, такое некое движение сверху вниз. Так в Соединенных Штатах параллельно с lockdown употребляется единица shelter in place. И мы можем видеть в уксорском словаре соответствующую помету, которая свидетельствует о том, что эта лексическая единица присуща Соединенным Штатам Америки. Хотелось бы также отметить, что в прошлом году произошли значительные сдвиги, заметные сдвиги в сочетаемости. По мере того, как какие-то значения слова выходят на передний план, могут произойти коллокационные сдвиги. И это также может стать предметом обсуждения со студентами. Если, например, в 2019 году самыми частотными коллокациями с определением remote были остров, пульт дистанционного управления, деревня, здесь активно семантика физической дистанции, то, конечно же, в 2020 году это удаленное обучение, удаленная работа. Также показательные примеры с единицей Zoom. Также если в 2019 году Zoom чаще всего сочетался с такими лексическими единицами, как optical lens, то есть было активно его значение, связанное с оптикой, то теперь более частотные коллокации с conferencing, via Zoom и так далее. Конечно, интересно, как формируются значения лексических единиц, полезно трансформируется значение лексических единиц, полезно обратить внимание студентов на лексикографические источники. Словарные иллюстрации, например, к единице Self-Isolate представляют определенный интерес, и они представляют эту лексическую единицу в диахронии, позволяют проследить эволюцию значения. Обратимся к примеру 1984 года. Это не неологизм, здесь мы просто наблюдаем выдвижение на передний план какого-то более актуального значения. Так вот, в 1984 году этот пример иллюстрирует использование данной лексической единицы в политическом контексте, и здесь говорится о самоизоляции Советского Союза. Ну а пример 2020 года возвращает нас в реальность текущего момента. Конечно же, несомненно, уместно отрабатывать деривационные словообразовательные модели на материале неологизма. Довольно интересно существительное инфеудемик, это пример блендень, и, конечно же, глагол Zoom, который вошел в активное употребление уже в прошлом году. Мы можем привести его как яркий иллюстративный пример конверсии. Таким образом, на основании анализа материала можно сделать вывод о том, что неологизма 2020 года и лексика, вышедшая на передний план в этот период, позволяет решать ряд лингводидактических задач, таких как отработка моделей словообразования, освоение неологизмов, регионализмов, повышение коллокационной компетенции студентов, формирование фоновых знаний учащихся, что в целом способствует развитию общей языковой компетенции студентов. Уважаемые коллеги, на этом все. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо, Елена Александровна. Есть ли вопросы к нашему докладчику? Вопросов пока нет. У меня есть небольшой комментарий. Во-первых, большое спасибо за ваш доклад, Елена Александровна. Я также, как и вы, занимаюсь неологизмами, только не вербальными, а невербальными. И 2020 год подарил нам некоторые открытия в области жестов, а именно жестов приветствия были изобретены. Новые жесты приветствия, позволяющие нам избегать непосредственного касания или его как-то уменьшить. Это тоже очень интересная тема. К сожалению, студентам, наверное, на занятиях об этом не расскажешь, потому что это не входит в цели нашего обучения. Я еще хотела вас попросить ответить на вопрос, каким образом вы вводите вот эту работу с неологизмами на занятиях. То есть это, если этот неологизм встречается в тексте, вы начинаете обсуждать его со студентами, или вы готовите какие-то специальные упражнения или задания, с которых начинаете занятия? Спасибо вам большое за комментарий. Очень интересно, действительно актуально. И спасибо большое за вопрос. Вы знаете, я некоторое количество, наверное, лет использовала архив Buzzwords, Macmillan Dictionaries. Они, к сожалению, закончили уже эту работу ввиду, наверное, каких-то экстролингвистических причин. Этот блог вела лексикограф Кэри Мэксуэлл. У нее очень интересные статьи на каждое модное слово, на каждое новое слово. И это мы делали в качестве разминки. То есть студенты выбирали модное слово, которое им показалось интересным, актуальным. И вот буквально полторы минуты в качестве разминки мы это обсуждали. Спасибо. Я думаю, студенты с большим энтузиазмом относятся к такой работе. Да, да, они получают очень хороший отклик, да. Да, большое спасибо. Спасибо. Было очень интересно. Если вопросов больше нет, то мы должны перейти к нашим следующим докладчикам. К сожалению, у нас сегодня отсутствует Тимофеева Елена Константиновна, возможно, она подключится немного позже по каким-то причинам. И Садов Руслан Толгатович с его соавтором Тимирбаевой Екатериной Игоревной. Ну, я надеюсь, что мы все-таки услышим их сегодня. А тогда мы переходим к левицкому Андрею Эдуардовичу и его соавтору Сюи Идань. Они также представляют Московский государственный университет Ломоносова. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я сейчас попробую, чтобы вы увидели мою презентацию. Сейчас один момент. Сейчас, сейчас. Скажите, если вам... Секундочку. Секунду, секунду, секунду. Тут я нажимаю на демонстрацию, а она не хочет открываться. Сейчас, подождите. Так, все, все, все. Так, я надеюсь, что вы видите презентацию. Да? Елена Борисовна, я вас не слышу. Включите микрофон, пожалуйста. Да, презентация запустилась. Сделайте, пожалуйста, ее... Хорошо, хорошо, конечно, конечно, конечно. Это удобнее. Да, сейчас. Ф-5. Так, ничего. Не получается? Другим путем. Так, вот другой путь. Сейчас. Сейчас посмотрим так. Если попробовать пока... Ну, что-то он не хочет пока что. Я уже и так, и так попробовал. Не хочет. Так. Обнаружено, что настройка... У него там что-то с настройками не то. Ну, я очень прошу прощения. Хорошо. Потому что... Угу. А мы можем закрыть, да? Все. Адрад. Все. Почему-то вот он... О, все, все. Потому что у меня пропала иконка с галереей. Все, сейчас все нормально. Спасибо большое. Итак, уважаемые коллеги, я представляю тут сообщение свое вместе со своей аспиранткой из Китайской Народной Республики Суэдань, которая, к сожалению, сейчас вот находится в Китае, и она не может к нам присоединиться там по целому ряду личного характера. Но, тем не менее, она занимается несколько другой проблематикой, не хронотоп. Там у нее диссертация связана с обозначением вкуса в китайском, русском и английском языках. А вот в данном исследовании она мне помогала с материалом корпуса китайского языка. И, собственно говоря, тема изначально, когда я ее формулировал, мне казалось, что это будет достаточно. Но для публикации, к сожалению, получилось то, что время оказалось лишним, потому что по пространству материалов было гораздо больше. Поэтому в той статье, которую мы подали, там есть только пространство. Но здесь, я надеюсь, что у меня получится говорить и о времени. Для меня было интересно посмотреть, как отражается картина мира народа Якима, говорящего на языке сахаптин по-русски, по-английски шахаптин. И, собственно говоря, этот язык по Якима звучит «ичишкин». Такие довольно экзотические термины для нас. Это народ, проживающий на северо-западе Соединенных Штатов Америки. Народ, который живет в резервации. Я там в свое время был приглашенный лектор по линии Фулбрайта. И читал в течение недели лекции в Heritage University, который находится в городке, точнее, скажем, Топемиш. Центральным главным городом вот этой резервации является город Якима по названию вот этого народа. Не взирая на то, что в резервации вы увидите флаги и народа Якима, и Соединенных Штатов Америки, поднятые на одном и том же уровне. То есть такого расположения, как, скажем, Штаты, когда выше находится флаг федеральный, а ниже находится флаг Штатов, для вот так называемых резерваций нет. У них флаги висят вместе на одном уровне. Но с другой стороны, невзирая на вот такие формальные, что ли, формальную корректность политическую, с другой стороны, вот когда эта территория проходила включение в Соединенные Штаты Америки, конечно, было много людей, местных представителей Якима уничтожено, но тем не менее, по крайней мере, народ стал малочисленным. Это с одной стороны, а с другой стороны, вот что называется эти Native Americans, они подвергались вот этой политике Melting Pot, которая предусматривала то, что местное население, преимущественно дети, отдавались так называемые Boring Schools, интернаты, где с ними общение велось исключительно на английском языке, и таким образом получалось, что они забывали свой родной язык. И уже к 80-м годам прошлого века не оставалось ни одного человека, который владел вот этим вот языком Сахаптин, да, или, как они его называют, Ичишкин, или по-английски Шахаптин. Тогда все же оставались люди, которые причисляли себя к этому народу. Одна из них, наиболее известный подвижник, профессор университета штата Вашингтон, Вирджиния Бивер. И Вирджиния Бивер, энтузиаст, она стала по своей памяти, по памяти тех вот тогда еще детей, которые были отлучены от этого родного языка, они стали создавать словари. Это было достаточно успешное мероприятие. Было издано несколько словарей, Ичишкин English Dictionary, поскольку все-таки вот те люди, которые относились к этому племени, к этому народу, они говорили уже по-английски, родным языком был английский. Сейчас же проводится политика, но это вот начиная где-то с 90-х годов, с конца 90-х, точнее, скажем, по интересу и возрождению культуры и языка этих народов. Поэтому, собственно говоря, появился в топливнейший музей этого народа. Вот вы видите искусство местных художников, скажем так, потому что это вот картины такие некоторые, которые делали местные художники, которые отражают быт и традиции местного народа. Кроме того, были изданы сказки, ну, на английском языке, но в университете Heritage стали даже преподавать вот этот язык. Это территория кампуса Heritage University, и это как раз вот идет урок Ичишкина. Мне посчастливилось побывать на этом уроке, вот как раз преподаватель объясняет, как надо произносить звуки, слова. То есть там в плане методики, в плане методики преподавания урок построен очень был интересен, потому что на самом деле находились на занятии не только студенты, но и местные люди, которые хотели выучить язык своих предков. То есть их было человек около десяти, и они активно, разных возрастов, и они активно принимали участие вот в этом занятии. Занятие строилось, сначала была фонетика, затем после этого они обучались некоторые вот морфологические категории изучали, после этого они переходили к лексике, и занятие завершалось такими небольшими диалогами. В целом могу сказать, что очевидно прогресс был, потому что так они неплохо говорили, вот это вот язык вот этого народа. Кроме того, могу сказать, что это алфавит, это такой у них как бы букварь, могу сказать то, что интерес к языку большой достаточно. К сожалению, до сих пор нет ни одного человека, для кого он действительно является основным языком общения, даже для местных, вот некоторых он является как бы дополнительным, потому что они все англоговорящие, безусловно. А вот, но мне был подарен как раз вот словарь, и я купил еще себе сказки на английском языке, естественно, потому что на местном у них нету пока что изданий никаких. И что касалось, вот это как раз study, кабинет преподавателя этого языка, ну и основное внимание, конечно, уделено пространству и времени. И то, что те вот концепты, которые были наиболее активны, использованы в сказках и в легендах, отражали пространство и время среди пространства, это вот такие базовые концепты, конечно, субконцепты океана, озеро Равнина, о чем, собственно говоря, мы и поговорим здесь немного. Пространство, вот как видит интернет, вот само пространство, ну и такая наиболее распространенная картинка в Яндексе океан. Что касается океана, он в этом языке, сахаптин объективируется, существительный ата-чиш, который образуется от корней, ата обозначает большой, огромный, гигантский, и чиш, обозначающего воду. Здесь объяснение лежит в том, что на самом деле территория, вот где проживает этот народ, она не так далеко находится от Тихого океана, достаточно близко. Там идет горная гряда, и горная гряда, эту равнину, где живет этот народ, она отделяет от океана. Поэтому, собственно говоря, для них важен именно не море, а океан. Еще течет река Калуфе. Андрей, извините, что я вас прерываю, но вот еще осталось буквально там... Да, все, я понял, я понял, я понял. Поэтому про пространство сейчас поговорю, в том же время. Океан включает в себя семы и соленая вода, и берег, что, конечно, безусловно, отличает русский и английский, где берется океан и оушен, из греческого океана, заимствование водное пространство между материками. Ну, в китайском языке yang используется для... как показатель, как вербализатор данного концепта, и семантика здесь такая, водное пространство, которое более огромное, чем море, огромное, много, богато. А кроме того, здесь есть и семы зарубежные, иностранные, современный серебряный доллар. То есть на самом деле мы видим, что есть здесь четко прослеживается граница между океаном, который в море нету для Якима, но зато у них есть озеро, которое тоже очень популярно. Озеро, но не пруд, да? Поэтому для них пруд и озеро обозначается одно или ксем в картине мира. Рукотворного пруда нету. Ну, в русском языке у нас это естественно природный водоем, который использовали Наталья Роблы для ловли рыбы. В английском лакус, заимствование, лейк, от лакус, с обозначением водоем, но замкнутый в берегах большой естественный резервуар. Ху в китайском языке. Это водное пространство среди земли и озера выступает и, кроме того, употребляется в названиях провинции Хубэйхунань и города Худжэу. Здесь, опять-таки, те отличия между озером и прудом, о которой я говорил. И равнина очень важна для Якима. Есть две лексемы, обозначающие равнины. Это Айпс, обозначающий выход или устья реки, что связано с долиной реки Колумбия, поскольку там действительно ровная абсолютно поверхность. И второе, это Каакс, обозначающий уровень. Ну и они, в общем-то, воспринимаются как синонимами. То есть, низкий уровень, уровень ровный и устья реки. Для них это очень важно. То есть, плато и устья реки. Ну, что касается английского, то тоже плейн связано с равниной планус от латинского. Ну и в древнерусском тоже ровная поверхность, которую мы и вспоминаем. Равнина Пин Юань по-китайски обозначает ровный. И второе значение пахотная земля, широкое поле. Для Якима равнина, безусловно, значущая. для носителей русского, английского и китайского языка этот концепт тоже, безусловно, важен в картине мира. Но, с другой стороны, вряд ли мы скажем, что он настолько важен, как вот для этих индейцев. Ну, если все, я могу окончить, могу еще как бы по времени поговорить. Мне кажется, еще пару минут могу. Да, Если что, просто вот несколько слов. Для Якима очень важно день, дневное время. Кайкс для них от прилагательного золотой, ярко-желтый, яркий, светлый. И, в принципе, вот если мы возьмем английский, то там daytime, и кайкс это равно daytime примерно, ну, дневное время. Но кайкс имеет значение, кроме дел, еще светло. То есть, ясный и показывает время от восхода до заката, в принципе, как и в русском языке, день. Ну, нету понятия суток вообще у них, как и в английском языке, но в китайском зато, конечно, есть понятие суток. Ну, и в основном белый день и ясность характеризуют вот эти все языки. После полудня для якима очень важны после полудня. Здесь есть две лексемы. Одна из них слабая, другая абстрактная. То есть, после того, как солнце находилось в апогее. И в якима есть слово sitcum sun. Это образованное от английского sitcum sun, заимствованное из языка chinuk. То есть afternoon английское. Здесь как раз есть совпадение. В китайском языке, кстати, тоже можно говорить о том, что после полудня. В русском языке мы делаем, говорим после обеда, что как бы у нас точка ключевая это обед. Время обеда примерно вот как бы абстрактное. Для остальных языков здесь несколько оно конкретное после 12 часов дня. Сумерки, к сожалению, у меня картинка не открылась, но это важное время тоже для народа Якима. Тааш в английском twilight. Ну, не сказать, конечно, что оно очень важное, но вот фильм, из которого там была взята картинка, все-таки где-то она является немножко культовым. Для русского языка тоже мы можем сказать, что сумерки до наступления темноты является важным, но кроме того, есть еще метафорическое значение и вечернее время между днем и наступлением темноты, время или состояние неясности, двусмысленности или постепенного угасания. Но в китайском языке сумерки, да, может, вот три как раз группы иероглифов, которые по своей семантике подходят, но здесь скорее они характеризуют к вечеру, под вечер, то есть отдельной лексемы, которая показывает сумерки нету. В заключении я показываю вам цветочки, спасибо за внимание, потому что, почему нарциссы, потому что, когда я приехал вот читать туда лекции, у меня на столе находились нарциссы, вот это вот от местного народа. Спасибо. Большое спасибо, Анда Игвардович, за ваш интересный доклад. Есть ли у нас вопросы? Вопросов пока нет, и у меня есть вопрос по поводу концептов пространства, которые вы обрали для развития. Почему не вошло в этот сравнительный пул, например, такие концепты, как гора или река? Да, вы знаете, вот спасибо огромное, Елена Борисовна, за этот вопрос, потому что я как бы готовился немножко больше говорить. Дело в том, что у Якима каждая гора имеет свое имя. И самого обозначения, то есть лексемы, которая была бы вербализатором этого концепта, у них просто не существует. У них вот как раз самая высокая гора называется тот, кто первым встречает солнце, в переводе на русский язык. The one who welcomes sun по-английски. Значит, по Ичишкину я не воспроизведу, конечно, вот, но в чем суть? С этим связано то, что в университете Топениш все здания буквально одноэтажные, это трейлеры или двухэтажные, с тем, чтобы местное население мыслить так, чтобы здания не закрывали эту гору, потому что это священная гора, ее надо хорошо видеть, и она как бы покровительствует вот этому народу. Спасибо. Понятно, спасибо. Очень интересный набор языков для сравнения в плане концептов. Большое спасибо, Андрей Эдуардович. Спасибо, Елена Борисовна. Вопросы можно задать в чате, если кто-то не успел. Я с радостью отвечу. К нам присоединилась Тимофеева Елена Константиновна из Санкт-Петербургского Государственного Университета, и она нам расскажет про межпредметную интеграцию при столкновении языков и культур. Елена Константиновна, 8. Микрофон. Я прошу прощения за опоздание просто еще занятия параллельно. Вам нужна помощь с показом диссертации? Сейчас, надеюсь, справлюсь. в следующий раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Видно, да? Да, если можно, сделайте, пожалуйста, на полный экран. F5. Отлично. Я бы хотела представить небольшое выступление под названием межпредметная интеграция при столкновении языков и культур. надо сказать, что в условиях стремительной глобализации современного мира, когда расширяются границы профессионального общения, возрастает потребность межкультурного обмене профессиональной значимой информации. Перед нами стоит задача подготовки специалистов, обладающих многогранным спектром межпредметных компетенций, готовых к успешному участию в разноплановых сферах профессионального общения на международном уровне. И вот в этих реалиях особую актуальность приобретает полиск новых эффективных путей обучения иностранным языком. Мы видим выполнение этой задачи в межпредметной интеграции языковых дисциплин с неязыковыми предметными дисциплинами. Вот проанализировав опыт предметно-языкового интегрированного обучения в отечественном и зарубежном образовании проанализировав опыт, мы предлагаем внедрение методической модели предметно-языкового интегрированного обучения и попытаемся доказать ее перспективность, целесообразность и выявить оптимальные способы реализации этой модели. Основным изучением назначения данной методической модели является формирование студентов прагматической компетенции, в которой соединяются языковые знания и его функции. Но популярность интегрированного обучения обусловлена не только его прагматической направленностью, в значительной степени как методистов-иследователей, так и методистов-практиков привлекает то, что данная методическая модель обладает значительным потенциалом личностного развития обучаемых. и его методологическую основу составляет системный подход к пониманию целостного педагогического процесса, направленного на достижение практически образовательной, общеобразовательной, воспитательной цели образования. Иллюстрацией этого может служить учебная дисциплина культурных пространств Санкт-Петербурга, которая преподается восточным студентам на английском языке. Изучение контента языка и культуры с разных культурных позиций дает возможность студентов для профессионального ориентированного межкультурного общения в самом процессе обучения, прокладывает путь к межкультурному взаимопониманию следующей профессиональной деятельности, способствует развитию межкультурных коммуникативных умений, закладывает основы межкультурной компетенции. И такое обучение в реалиях современного мира имеет особую значимость, поскольку для работы в командах людей с разными национальными и культурными кодами межкультурной компетенции является необходимой составляющей квалифицированных характеристик специалиста. Изучение научных традиций, которые существуют в разных культурах, студенты в основном носителей китайского языка, встречаются представители корейского языка, в основном носители тональных языков китайского и корейского. Изучение этих научных традиций, существующих в разных культурах в контексте взаимодействия языков и культур, взаимодействия или столкновения, дает возможность выгодевать знаниями с учетом культурных различий, расширяет горизонты мышления, улучшает ассоциативные способности, надевает мышление языковую способность и все это способствует переходу процесса обучения на более высокий уровень. Междоциклинарный подход объединяет лингвистическую, профессиональную, компьютерную и пультурологическую направленность обучения в едином целом. Рабонационный методический компонент моделей междуциклинарной интеграции на примере предлагального курса, включает систему традиционных методов, где сочетание очных и дистанционных форм обучения максимально раскрывает преимущества и минимизирует недостатки каждой из этих форм. Учебный процесс в очной форме включает экскурсии обзорные, семинары, практику, тестирование экзамена и дистанционное обучение, лекции, видеозаписи, экскурсии виртуальные, создание формы реализация этой модели оказывает существенную часть, позволяет нам часть материала теоретического и практического, который легко доступен для понимания тестовое задание, вопросы, презентации. Все это представлено в электронном виде и перенесено в дистанционную форму. Перенес занятий в виртуальную образовательную среду предоставляет студентам возможности, широкие возможности для творчества, результаты которые выносятся на практические занятия. При выполнении самостоятельных заданий, их презентации в виде мини-экскурсии, язык перестает быть основной целью, является инструментом для выполнения поставленных задач искусствоведческого характера. мини-экскурсии. Мини-экскурсии мы начинаем изучение культурных пространств Санкт-Петербурга с заданий, практически направленных на описание артефактов китайской культуры, которые студенты знаходятся сначала в виде экскурсии в Санкт-Петербурге, потом описывают на практических занятиях предметы китайской культуры. Почему Петербург представляется наиболее актуальным культурным пространством Санкт-Петербурга? Потому что именно с Санкт-Петербургом связано взаимодействие России и Китая в области собирания предметов декольного китайского искусства. Надо сказать, что географическое положение России и Китая обусловлено довольно поздним становлением обмена, межкультурного обмена двух государств и один из первых контактов между Россией Китая относится к самому началу XVII века перед управлением Михаила Федоровича Романова. Процесс установления официальных контактов дипломатических нужно отнести лишь ко второй половине XVII века, когда у русского правительства появляется потребность в расширении торговых связей. И так Россия обращается в сторону Востока. Для наших китайских студентов это мощный стимул подготовки заданий и презентации презентации самостоятельных заданий на практических занятиях. Надо сказать, что вот лишь в 1989 году, в 1689 году, во время правления Петра I был заключен очень важный в истории взаимоотношений России и Китая мирческий договор, выкрепивший границы и также регламентировавший торговую деятельность между двумя государствами. И именно торговые отношения послужили проникновением китайской культуры в русский мир. позднее регулярные торговые караваны начиная с 1692 года поставляли различные товары, которые своей оригинальности не могли не привлекать к себе внимания. Повеломы шелка, декорированные замысловатыми формами, изделия золота, серебра, ликоцельный камень, фарфор, ла, мисловая кожа, также спицы и чай. Все эти предметы активно появляются в Санкт-Петербурге, где особый интерес к ним выказывал сам Петр Великий. Ориентируясь на европейские тенденции, одной из которых была мода на восток, Петр I покупает различные китайские редкости. Предметы частично приобретались для коллекции пункт-камеры, которая стала первым публичным музеем России. Пункт-камера, кстати, видна на слайде по ту сторону Невы, рядом с университетской набережной, рядом с биологическим факультетом, где мы обучаем наших китайских студентов. Мы фокусируем внимание на носителях китайского языка. Группа бакалавров при четырехгодичном обучении в состав этих групп входит преимущество носителя китайского языка. И начинаем посещение музеев, исторических мест, ставя акцент на описание культурного наследия предметов китайской культуры, что вызывает интерес и активизирует работу студентов. Комскамера, Меньшиковский дворец, тоже рядом с филдорским факультетом, в пешей доступности, позволяет посетить сначала в виде экскурсии, в том числе виртуальных, и потом задания студентов, домашние задания вносятся на практические занятия. Две-три минуты осталось. А, извините, да. Да. Опуская подробности, значит, надо сказать, что мы через межрисабинарные связи расширяем образ их применения, стимулируем интерес студентов к искусству и заставляем их, в кавычках, в хорошем смысле заставляем активизировать навыки вкусного общения. Надо сказать, что традиции китайской культуры в области передачи знаний выделяют особые особенности носителей данных языков. Это то, что в Китае существует огромная пропасть между письменным и разговорным языком и приоритетное внимание придается навыкам чтения письма. Поэтому китайские студенты неохотно выходят на коммуникацию и вот таким ключиком к стимулирующим их высказываться мы даем такой ключик через подготовку задания описывающих предметы искусства. Прежде всего значит китайской культуры позже описывание определенного артефакта начинаем с беседы подготовки домашних заданий через письмо к косным заданиям практическим заданиям на развитие навыков и устной речи и произношения сначала просто описание картины потом ответы на вопросы беседа использование элементов живописи и таким образом повышая не только их готовность и знания искусственные 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 знания и языковые положилось более немножко скомкана не рассчитала спасибо за внимание спасибо Елена Константиновна есть ли вопросы к нашему докладчику тогда традиционный вопрос от меня Елена Константиновна я видела на слайде вы показывали что это очень интересный проект что он включает в себя и лекции и экскурсии для китайских студентов подскажите пожалуйста участвовали ли в реализации или подготовке этого проекта специалисты с других кафедр кафедра истории искусствоведения да у нас есть опыт работы преподавателей с кафедрой искусствоведения которые читают в том числе лекции по культуроведению и истории искусств да стараемся то есть это такой ну межкафедральный да проект получается частично может быть не в рамках проекта а просто мы делаем первые шаги пробуем но вот этот предмет культурное пространство он первый на первом курсе и вот он такое дает им возможность как бы к культуре приобщиться и совместные совместные лекции по возможности конечно до дистанта обсуждения и какие-то ситуации то есть это немножко да по возможности привлекаем других специалистов тоже спасибо большое было очень интересно есть ли еще вопросы докладчик вопросов нет и тогда мы передаем слово коллегии Елены Константиновны прошу прощения если я неправильно произнесу фамилию Вишаренко Светлане Владимировне которая продолжит обучение китайских студентов но расскажет нам про другие аспекты этой проблемы ну уважаемые коллеги у меня очень плохая связь поэтому у меня может у меня может прерываться связь и у меня сломан компьютер поэтому ой простите будет прото презентация извините я хорошо вот хорошо в современном мире без сомнения доли иностранных студентов обучающихся образовательным программам пропал да звук никто ничего не слышит да к сожалению мы ничего да к сожалению мы не слышим да Светлана Владимировна мы вас не слышим год от года возрастает и часть из этих программ у нас реализуется на английском языке причем в этом году мы простите меня слышно да сейчас слышно зависли ай-яй-яй вас слышно пущу кого-нибудь сейчас так давайте попробуем переключить дать слово следующему докладчику пока позин настраивает звук да пока Светлана Владимировна да решает свои технические трудности следующий докладчик это Янь Лэй и доклад посвящен русским анекдотам и восприятию их китайскими можно меня слышно да прекрасно слышно да вас слышно и сейчас Дарья Игоревна будет включать нам презентацию да я подключаю так так вышла самая коллегия я рад вас приветствовать меня зовут Ян я из Китая я сейчас в курсе по на тему учет китайскими студентами национально-культурных особенностей русского народа в русских анекдотах. Цель у меня данной статьи представить на рассмотрение российских проектов некоторых трудностей, которые вызывают у китайских студентов использование юмора в частности анекдотах в процессе межкультурного общения с носителями русского языка. Так можно на слайде. Анекдот это разновидность юмора, обладающая всеми характеристиками юмора. Это форма национального юмора. Данная статья направлена на анализ и исследование китайскими студентами национально-культурных особенностей после уходов и основных способов их воспроизведения национеров. Задачи данной статьи... Задачи данной статьи... Вызвучить национально-культурные особенностей на примере анализа русских анекдотах. Просмотреть понятия юмора и особенностей его использования. Проанализировать основные способы их воспроизведения на примерах. Проанализировать со взглядом китайских студентов национально-культурные особенностей русских анекдотах. На слайде номер 3. Общение представителей различных культур не понимает юмора своего сопоседника. Это непонимание может быть вызвано разными причинами. О отсутствии аналогичных реалий в своей культуре и троих слов. Непонимание тех или иных принятых этикетных норм. Непонимание глубинных ценностей соответствующей культуре. В России юмор это изображение в творчественном произведении каких-либо появления действительности в комическом, смешном виде. Когда при том насмешка, внешнеанкомическая трактовка сочетается с внутренней серьезностью, сочувствованным отношением к смеху. В Китае говорят, юмор это тоже специальный прием, главной эстетической чертой которого является непрямо черный прием, шутливый, но глубокомышленный смех. Юмор это понятие анекдот относится к юмору. Он обладает всеми характеристиками юмора. Является разновидностью устного юмора, которая существует в форме короткого диалога и имеет неожиданную ценность. Понимание и чтение русских анекдотов современными китайскими студентами не только помогает ощутить уникальные чувства юмора русского народа, но и повысить уровень знания русского языка и лучшее понимание особенностей русского народа. Аспекты национально-культурных особенностей русских анекдотов. Первое. Русские анекдоты имеют очевидные, современные, безазиатные характеристики. Пожалуйста, ознакомьтесь с этим примером. После внимательного прочтения приходит глубокое понимание смысла. И поэтому при изучении русского языка китайским анекдотам следует обращать внимание на эту особенность, которая прямо выражается через смену интонации. Вот русские анекдоты часто используются как качественное содержание определенного человека. Например, Чукса. Вот этот человек, мы считаем это наивным, все понимающие эту басню. А еще, например, евреи, это мудрый, мы считаем, по-своему хитрый. И вот третье. Русские анекдоты часто используются политику в качестве предметов. Так, у нас возникла какая-то техническая заминка. Я не слышу нашего докладчика. А вы можете его слышать? Нет, не слышу. Пропал. Пропал звук. Пропал. Что-то технические... Номер пять. Пропал. 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 Мы вас, к сожалению, не слышим. Что-то со связью. Мы сейчас вас не слышим. Не слышно сейчас? Сейчас, да. Прошу прощения. Вот русские анекдоты — это сложные моноконатные пищи и щиропывающие языковое искусство. Для создания анекдотов в основном берется комплексное использование генетики, лексики, стилистики и других языковых элементов. Первое — генетика. Все генетические характеристики, вот эти элементы, из которых присутствуют русские анекдоты. Например, посмотрите на этот. В этом примере из-за произношения грузином буквы «И» вместо буквы «И», а буквы «А» вместо «О» «Поломка» — «И» вместо «Поломка» — «Место «Поломка» — «Создает» генетический эффект. А там анекдоты вызывают в люте громкий снег и одновременно разоплачаются ложь. Второе — лексика. Первый брак в этом предположении оснащается тоже жесткий. Второй брак — подпороченная продукция. Здесь совершенно два разных значения одного слова создавляют противоречивую семантику, семантику предположения, которое выражает негативную тваренность и некативную сценку брака уковырячего. Это имеет значение гумра и самовынительное ощущение. Третье — это стилистика. В этом примере используется метафора для создания анекдота сравнения плод папушки со землей. Его суть показывает плохие отношения между зятем и сверховью, а также оснащает титул концепцию зятем и сверховью. Выводы анекдот — это разновидность юмора, обладающая всеми практиками юмора. Он является неотъемлемой частью национальной культуры и имеет глубокие национально-культурные расходности. Истинное понимание русских анекдотов требует от ущербного и укрепленного проявления в социальных и национальных условиях культуры России. Это имеет большое значение для воспитания у китайских студентов чувства юмора, прототинического использования и адаптации к русскому языку. Поэтому исследует речь больше внимания исследования юмора. Спасибо за внимание. Это все. Большое спасибо за доклад. Есть ли вопросы к нашему докладчику? Вопросов пока нет. Я хотела поблагодарить вас за ваше исследование и спросить, как вам кажется, можно ли научиться понимать юмор другой, столь далекой от себя культуры? Сколько лет требуется на то, чтобы не просто выучить язык, но и начать понять, например, анекдоты на этом языке? Я думаю, юмора – это очень большое значение в разных сферах. Обучение русского языка как иностранного языка. Это… сколько лет? Я начинаю еще один или два года. Мы думаем, анекдоты… … Понялась. Спасибо, к сожалению, очень плохо слышно. А мы возвращаемся к Светлане Владимировне Вишаренко. Попробуем… Добрый день. Я постараюсь вывести основной слайд. Прошу прощения, коллеги, но у меня, видимо, сегодня явные проблемы со связью. Я боюсь уже просто все испортить, скажем так. Хорошо. Современная образовательная среда не может существовать без сотрудничества между различными образовательными организациями. И каждый год в одном и том же учебном заведении встречаются ныне студенты, принадлежащие к разным культурам. Причем в настоящее время количество образовательных программ весьма велико. Оно возрастает. И часть из этих программ, как я и говорила, реализуется на английском языке. В ряде случаев, конечно, студенты не являются носителями ни английского, ни русского языка. Разумеется, у нас много китайских студентов. Мы наблюдаем в том числе конфликт между парадигмами образовательными. Мы наблюдаем конфликт лично-ориентированный и авторитарный парадигм, которые приняты в разных странах. Также различаются подходы к обучению. Коммуникативный и, как говорила Елена Константиновна, грамматика-переводной метод. Различная наполненность классов, безусловно. У нас на образовательной программе может быть зачастую достаточно малое количество студентов. В Китае же, как известно, наполняемость классов весьма велика. Соответственно, индивидуальный подход к каждому студенту, скажем так, возможности у преподавателя его осуществить весьма ограничены. Разумеется, английский язык имеет фономатический строй, а китайский язык – слоговой. По предположению многих авторов, в том числе и Елены Константиновны Тимофеевой, и Хаулань, и многих других, мы можем ожидать более короткого экспираторного периода у носителей слоговых языков. Кроме того, можно предположить, что у них будут трудности с правильным ударением как в английском, так и в русском языке. Что касается моего основного слайда, на протяжении приблизительно двух лет я постаралась для себя отметить основные трудности, с которыми сталкиваются студенты, говорящие на китайском языке. В английском языке, как известно, существует противопоставление между напряженными и ненапряженными гласными. Его нет в китайском языке, разумеется, его нет в русском языке. Здесь наши студенты, в общем-то, оказываются в одинаковом положении. Китайско-язычные, китайскоговорящие, обучающие, испытывают трудности с правильной экспирацией. Их дыхание действительно, вот подсчетом Ирины Александровны Гордеевой из Нижегородского университета, дыхание у носителей китайского языка оказывается несколько более коротким, чем у носителей русского языка. Разумеется, возникают трудности, связанные с интонацией и ударением. Поскольку в китайском языке определенные интонации, по признанию китайских студентов, имеют определенное значение. В русском языке, разумеется, наша интонация совершенно различна. И ряд студентов даже опасается, что они будут неверно поняты своими преподавателями, вследствие того, что интонация весьма различна. Разумеется, бросаются в глаза, бросаются в глаза трудности с дифференциацией шумных звонких и шумных глухих согласных. Разумеется, существуют трудности с дифференциацией сонорных «л» и «р». Также согласных парных поглухости и звонкости. Существуют проблемы с редукцией безударных гласных. Причем эту проблему, пожалуй, делят и русскоязычные студенты, и китайскоязычные, китайскоговорящие студенты. Редукция безударных гласных, разумеется, результат редукции в германских языках несколько отличается от того, что воспроизводят наши студенты. И, разумеется, образуются нехарактерные для германских языков пазлыки в связи с чем? В связи с тем, что в китайском в принципе невозможны сочетания согласных, длительное сочетание согласных. А в русском языке пазлыки несколько другие. Собственно, Еленой Константиновной Тимофеевой была предложена система упражнений, в которой в этой системе для каждой фонемы был подобран соответствующий киностатический образ. Это совершенно замечательная система. Я с большим удовольствием ознакомилась. Одновременно рядом авторов, например, Михаил Морозовым, предложены различные чистоговорки, упражнения на оппозиции, поглухости, звонкости, долготей, краткости, упражнения для развития дыхания и так далее. Однако же в современных условиях мы вынуждены были работать дистанционно. И эта работа оказалась чрезвычайно затруднена. Поскольку любая подобная работа требует присутствия преподавателя. Мы же полагаемся на различные средства передачи звука, различные дистанционные средства, искажающие голос. Кроме того, иностранные обучающиеся, в том числе как русскоязычные, так и китайскоязычные, испытывают повышенную психоэмоциональную нагрузку. Что приводит к тому, что некоторая часть обучающихся говорит на верхнем пределе речевого диапазона, делая частые вдохи, что является совершенно губительным для наших голосовых связок. К сожалению. Что можно сказать? Безусловно, необходимо работать над новой системой упражнений, учитывая уже наработанный опыт. Но также и учитывая тот фактор, что в современном мире мы часто полагаемся на различные микрофоны и наушники. А наушники, кстати, в свою очередь издают определенный шум, который постепенно приводит к функциональной тугоухости, к приходящей тугоухости, а впоследствии к постоянной. Увы, я надеюсь, что в современных условиях нам удастся разработать новую адаптированную систему упражнений. Благодарю вас за терпение. Прошу прощения за технические проблемы. Спасибо. Спасибо. Благодарю за внимание. Большое спасибо, Светлана Владимировна. Есть ли вопросы к нашему докладчику? Вопросов нет. Правильно ли поняла, Светлана Владимировна, что пока обучение фонетики китайских студентов идет, для этого пока не было создано специального пособия, да, то есть пока мы говорим о каких-то отдельных упражнениях и заданиях, не собранных в отдельный курс? Мне кажется, что существующие пособия могут быть усовершенствованы и должны быть усовершенствованы в связи с меняющейся ситуацией. Есть ли кратко? Поняла, большое спасибо. И мы переходим к нашему последнему по номеру, но ни в коем случае не по значимости докладчику. Это Медведева Наталья Евгеньевна, представитель Московского государственного университета Ломоносова с чрезвычайно интересным докладом о нашем любимом аспекте преподавания иностранных языков – это домашнее чтение. Уважаемые коллеги, добрый день. Я очень рада видеть всех. Здесь очень много знакомых мне лиц, и я сердечно всех приветствую. Хочу сказать большое спасибо организаторам за такую хорошую организацию в таких непростых условиях. И я сейчас сразу перейду, чтобы не быть многословной и не задерживать внимания, сразу перейду к докладу. Если только, вы поможете мне сейчас… Мне нужно нажать на… Наталья Евгеньевна, Наталья Евгеньевна, здравствуйте. Да, дорогая царя Евгеньевна. Вам нужно нажать, 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 нажать. Так, F5, нажала. Ничего не получается. Тогда нажимаем «Показ слайдов». Так. Это верхняя панель. А где файл, правка, вид. Так, где файл, правка, вид. Файл, правка, вид, вставка, формат, сервис, показ. Так, файл, правка, вид, формат, сервис, показ слайдов. Сейчас, секундочку. Вот, пока слайдов вам нужно. Сейчас, одну минуту я уберу. Так, показ слайдов, включаю. И выбирайте текущий слайд. Так. И что? И, собственно, вот как бы слайды у меня… Так, а показ слайдов вы не нажали. Еще раз. Я нажала. Нажимайте еще раз. Так. Начать показ. Начать показ, все, я поняла. Так. И, собственно, вот куда-то у меня все исчезло. Вот чуть ниже спуститься на четвертый слайд. Вы знаете, нет, у меня все вот исчезло, потому что сегодня у меня что-то с техникой, я даже не смогла написать в сайт. Может быть, я оставлю как есть. Я, слава богу, что я сделала, дублировала. Может быть, можно оставить как есть, без вот этих манипуляций, потому что, видите, слайды исчезают. Конечно. Так, одну минуточку, я сейчас тогда уберу этот показ. Сейчас, а как мне его остановить? Демонстрацию экрана. Сейчас, минуту, я… Не волнуйтесь. Да, это такой не очень приятный момент. Ну, я просто оставлю как есть, с вашего позволения, коллеги, потому что в результате все как-то исчезает. Сейчас, минуту. Так. Если вы не будете возражать, я оставлю как есть, чтобы, да, да, ничего у нас не исчезло. Так. Так, видно? Да. Видно? Хорошо. Так, ну, собственно, так, могу, работа с аудиторией китайских студентов позволила мне понять, что, несмотря на то, что это все-таки представители другой культуры, восприятие информации и мотивации к учебе у них очень схожими с нашими студентами. А в системе обучения главенствует знаниевая парадигма и соответствующая форма обучения, которая нам хорошо знакома из советских времен. Отличия обусловлены ментальными особенностями народа и спецификой национального образовательного пространства Китая. Китайские студенты натренированы на выполнении письменных заданий, тогда как разговор, предполагающий выражение собственного мнения, вызывает трудности. И, прочитав текст, прослушав запись, они будут стараться найти ответ на каждый вопрос в самом тексте, даже если задаешь им вопрос «Did you enjoy the text?». Поэтому в китайской аудитории существуют проблемы мучеливых студентов, которые испытывают трудность с заданиями, предполагающими на язычное говорение. По той же причине китайские студенты не ожидают никаких игр и развлечений на уроках английского языка, если только у них до этого не было преподавателей, практиковавшего подобные виды работы. Но с первых занятий, на первых занятиях я начала заниматься с группой китайцев второго курса, я постаралась узнать больше об их хобби, об их интересах. И узнала, что у некоторых студентов на уроках по английскому языку применялась практика заучивания наизусть сценок из книг, инсценирования отрывков из художественных произведений с целью воспроизводить живую английскую речь. Домашнее чтение художественной литературы с последующим обсуждением как раз и стало неотъемлемым компонентом процесса обучения английскому языку, потому что я знала, что это практикуется, у них это вызывало живой интерес, я решила инкорпорировать домашнее чтение в занятия по английскому языку. Это инкорпорация. Конечно, мы не регулярно занимались домашним чтением, это было время от времени, но это было системно. И ниже я расскажу о некоторых видах заданий, которые были приближены по своему содержанию к реальным коммуникативным действиям и направлены на развитие и совершенствование навыков устной и письменной речи. Данные упражнения вызывали у студентов большой интерес. Вот видите, все куда-то исчезает. Ничего не могу поделать. Наверное, не стоит говорить о том, что важные роли литературы, на основе которой можно охватить большой солидный объем инкорпорического и странновического материала. У меня был слайд, где вот все возможные роли литературы были использованы, но вот здесь как-то она исчезла. Но в любом случае роль художественного текста как продукта культуры заключается в ее познавательном и эстетическом и воспитательном воздействии. Какие тексты могут стать предметом чтения на уроках английского языка? И вот тут возникла другая проблема, потому что понятно, что в век высоких технологий мало кто читает. И зачастую самостоятельное чтение учащихся носит эпизодический характер и систематически целенаправленно читают лишь немногие. И, конечно, мне пришлось учитывать этот факт при планировании занятий. Поэтому аспект домашнее чтение я начала с обсуждения произведений национальной культуры. Почему? Ну, во-первых, потому что произведение национальной культуры должно... Потому что произведение должно соответствовать интересам читающего и содержать понятия, которые... Понятная для него проблематику. Во-вторых, национальная художественная литература должна вызвать желание высказать отношение к затрагиваемой проблеме. Ну, а поскольку пробудить интерес может только та книга, где читатель находит соответствующую своему личному опыту, то, соответственно, я и предложила сначала выбрать любимую книгу национального писателя и попросила обсудить ее на основе вот этих вопросов. После того, когда мы обсудили интересующую книгу, я предложила китайским студентам посмотреть выступление китайского оратора, которое было дано на Ютьюбе. Сейчас, если вот пройдет этот слайд, то вот... Нет, видите, куда-то исчезают вот эти заголовки. Ничего не могу поделать. Ну, буду рассказывать. На Ютьюбе, где она делится опытом чтения парами и выбирает те книжки, которые сочетаются, которые совпадают по изображаемым местам действия, по обсуждаемой теме, по описываемым событиям. Обсуждение просмотренного ролика и выступления помогло ближе подойти к технике чтения. Поскольку четкость и понятность цели задания напрямую влияет на заинтересованность и эффективность его выполнения, то я раздала предварительно сделанную методичку. Китайцам были разосланы эта методичка, в которой были подробно объяснены литературные понятия, литературеведческие понятия, а также вопросы, на которые стоит обращать внимание при чтении. Там было обсуждено сюжет, кульминации, рассказывались такие вещи, как работать с лексикой и подобные вещи. И чтобы проверить, насколько ребята усвоили содержащийся материал, я предложила им посмотреть небольшой мультфильм, который называется «Уэнгз». Он достаточно добрый, хороший. И дальше мы разобрали вот этот мультфильм, чтобы я увидела, как ребята могут пользоваться вот этой методичкой. И вот после такой предварительной подготовки к анализу можно было приступать к занятиям по домашнему чтению. И они также начались, предварились с анализа обсуждения произведений национальной китайской литературы. Существуют разные точки зрения на то, каким должны быть этапы работы над художественным чтением, но вот предтекстовый, основной и послетекстовый. Значит, что у нас включал в себя предтекстовый этап? Он включал в себя обсуждение сначала биографии писателя. Ну и здесь были предложены большое количество, я уже боюсь, а то слайды исчезнут, большое количество различных вариантов здесь было. И ребятам предлагались проекты путешествия по музею-квартире писателя. Они могли это подготовить. Китайские студенты очень интересно работают с техническими, со всеми технологиями. Значит, как вариант можно было сделать интервью с писателем. И, в общем, ребята, поскольку студенты знают, что знают своих китайских национальных писателей, то они легко могли угадать, какой это писатель, и как-то начать с ними дискуссию по этому поводу. Дальше наступал основной такой этап, и поскольку знакомство с национальной культурой является в чистом виде чтением ради чтения, то задания тоже были ориентированы только на контроль содержания и выражение личностного впечатления. И здесь вот у меня были вопросы, поверьте, эти вопросы есть, я их вынесла, но вот исчезли. А вот третий этап, он предполагал совершенствование умений письменной речи, когда у нас отрабатывалось умение описать какое-либо, что-либо по образцу, который предлагается преподавателям, или события в определенной последовательности, да, и тренировалось умение выразить свое мнение, обосновывая его. Какие здесь были творческие задания? Написать сочинение о своем любимом персонаже, написать краткую аннотацию книги, которая может быть рекомендацией, сравнить персонажей книги, которые там явно противопоставлены друг другом, или персонажи с другой книгой. Ну, это, собственно, вот такой тоже вот этап. Но когда уже речь, и ребята у нас разговорились, когда речь заходит о домашнем чтении мировой литературы на английском языке, то работа над античными текстами проводилась по той же методике. Но вопросы и задания на основном и послетекстовом этапах уже отличались, потому что на основном этапе больше упор делался на работу с лексикой. И вот здесь я просила в читаемых произведениях найти повторяющиеся прилагательные, какие-то фразеологические единицы, которые описывают, описание персонажей. Здесь было очень много, и диапазон здесь очень широкий. Но, собственно, учитывая то, что работа, домашнее чтение, в основном должно увеличивать активный и пассивный запас студента. Ну и послетекстовый этап – это, конечно же, творческая работа студентов. Здесь были такие же задания, о которых я уже сказала ранее, но и были предложены различные творческие проекты. Например, я предлагала ребятам в течение, допустим, двух или трех недель вести дневник персонажа. То есть они берут на себя, вступают в роль персонажа, ведут этот дневник письменно, и дальше мне сдают, я вот с интересом это читаю. Или это мог быть групповой творческий проект «If I was a writer». То есть это такое альтернативное окончание произведения. Вот, собственно, я... Ну и в качестве как варианта одного из заданий, где нужно написать аннотацию для произведения мировой литературы, можно было использовать такой творческий проект, как «Обложка романа», чтобы они вынесли вот на обложку романа и как бы они ее оформили. Ну, это вот, собственно, основное, что я хотела сказать. И в заключении мне кажется, что домашнее чтение, аутентичная художественная литература сопрещено у студентов с возможностью соотносить свою культуру с культурой страны изучаемого языка, помогает сформировать представление о достижениях национальной культуры в развитии мировой культуры. И здесь это позволяет сместить фокус с чисто языкового обучения в сторону развития второй языковой личности, которая может вести диалог культур. Я могу сказать, что мне понравилось. Это был мой первый опыт, работая с китайскими студентами. Мне понравилось работать в этой аудитории, потому что ребята очень исполнительные, живо откликаются на любое предложение. И вот, собственно, вот то, что они живо откликнулись на это, и стимулировало мое желание с ними проводить домашнее чтение. Вот, собственно, все, что я хотела сказать. Большое спасибо. Мне очень жалко, что не получилось со слайдами, что-то сегодня такое непонятное. Я очень сожалею об этом. Большое спасибо, Наталья Евгеньевна. Благодарим вас за интересный доклад. Есть ли вопросы от Натальи Евгеньевны наших участников? Вопросов нет. Большое спасибо. Было очень интересно. Спасибо вам. Спасибо, что, да, с пониманием отнеслись. Все нормально, да. Не все в наших руках. Возьмем на вооружение что-то из вашей практики работы с домашним чтением. Не будет приятно. Уважаемый гость, уважаемые участники. Извините, пожалуйста, Наталья Евгеньевна, можно попросить вас отключить демонстрацию экрана? Одну минуточку. Видите, как только стала отключать, вот оно все получилось. Все заработало. Прошу прощения, да. Все, я отключила. Уважаемые гости, уважаемые участники, позвольте нам завершить нашу секцию. Мы послушали интереснейшие доклады на самые разнообразные темы. К сожалению, регламент конференции не позволяет нам провести дискуссию. У нас больше нет времени. Но мы выполнили напутствие нашего ректора Анатолия Васильевича Туркунова, который в своей приветственной речи попросил нас обогатиться знаниями, обменяться опытом. Я считаю, что мы отлично выполнили его наказ. Будем ждать вас на следующих конференциях магии. Но большое спасибо за ваше участие. И, пожалуйста, после обеда у нас происходит еще одно пленарное заседание на официальном канале МГИМО в Ютубе. Вы можете присоединиться к нему и послушать еще наших пленарных докладчиков. Еще раз большое спасибо за участие. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Увидимся на пленарке. До свидания. До свидания.